Мастерская Столь же предусмотрительный и в выборе дома он мог бы служить образцом для подражания всем работникам интеллектуального труда, если бы каждый из них был достаточно обеспечен. Писатели, в особенности поэты, обычно ведут образ жизни кочевников. Гомер в предании предстает перед нами с длинным посохом странствующего Рапсода. Археолог — золотоискателем и воином. Алкей — неутомимым борцом за свободу, идущим в изгнание. Это они в древнейшую эпоху поэзии открывают перечень странников, число которых с каждым веком будет возрастать. Странствование Дант, кочевничество Мольера и Шекспира. Точно так же, как бесчисленные разъезды Шелли, бурные путешествия Байрона, переезды с места на место Мицкевича, африканские приключения Рэмбо — все это принадлежит к явлениям очень типичным. На одного Альбера Саммена, прослужившего много лет в государственном казначействе, приходится сто поэтов до самой старости, перебиравшихся с места на место, или же, подобно Верлену, так и не нашедших спокойного пристанища. Перед писателем всегда стоял открытый вопрос — деревня или город? Этот вопрос не возник в связи с развитием современных городов-гигантов Лондона, Нью-Йорк, Парижа, может быть, только стал острее из-за роста уличного движения, шума моторов, копоти фабричных труб и бензина. Для чувствительных нервов город всегда был неприятен. Шумные и душные Афины, беспокойная и густонаселенная Александрия, Рим почти с миллионным населением, были ничуть не лучше средневековых городов, представлявшихся нам такими очаровательными, а на самом деле, имевших все недостатки, какие только может иметь, плотные скопища людей на тесном пространстве, зловонные, засоренные, гноящиеся. Душам, отрешенным от бренности сего мира, они напоминали, что рай не был обнесен стенами, и что вместо улиц в нем были тропинки среди цветущих садов. Творческая мысль стремилась к природе. Платон основал свою академию в роще Академа. Эпикур, в ином уединенном месте Афин, обрел свои сады. Писатели, по роду своего творчества, вынужденные пребывать поблизости от библиотек и архивов, избегали, однако, центра города. А те, кого фантазия от такой зависимости освобождала, устраивались в тихих и уединенных местах. И сколько из них навеки связало свое имя с выбранным ими уголком света. Тень Софокла живет в воспоминаниях о Колоне, от которого ныне остались лишь неясные очертания. В Тиволи, среди руин римского Тибура, можно отыскать следы Горация. Под дубами Воклюза оставил Петрарко свои сны о Лауре. А Сельвапьяна гордится тем, что в ней престарелый поэт обрел источник обновленного творчества. У врат польской литературы благоухают чернолесские липы Яна Кахановского. Польская литература была более сельской, нежели другие. На протяжении нескольких веков она, за исключением придворных и духовенства, которых, как Петра Скаргу, приковывали к городу служебные обязанности, почти не ступала по мостовым городов. Только изредка мелькала городская одежда среди кунтушей и жупанов. Лишь в XIX веке это положение меняется, не нарушая, однако, глубокое от предков унаследованной привязанности польских писателей к природе. Отсюда культ уютного Закопане, отсюда домик Каспровича Хоренда, халупа Жеромского в Наленчеве или вилла в Константине. «Деревню, — говорил Жеромский, — сотворил Бог, — а город — Сатана». Сенкевич, имевший на выбор в качестве народного дара участок земли за городом или каменный дом в Варшаве, выбрал Обленгорык. Толстой обессмертил Ясную Поляну. Писатель, пока он молод, преимущественно держится города, потому что город благоприятствует его духовному развитию, неустанно стимулирует творчество, удовлетворяет тщеславие. От тщеславие многим писателям сопутствует на протяжении всей жизни. Почести, отличия, награды до деревенских закутков доходят редко. Зато почти как правило писатель, добившись славы или хотя бы неофициального, но верного признания, расстается с городом. Если же он в нем и остается, то его надо искать в каком-нибудь застроенном виллами предместье или в малолюдных парковых кварталах, и человек, держащий пари, что застанет писателя с лейкой в руке над цветочной клумбой, имеет все шансы такое пари выиграть. Мансарда, где дебютируют знаменитые впоследствии таланты или увядают гении, находящиеся в разладе со своей эпохой, с одной стороны, а с другой — утопающий в зелени собственный домик. Вот два полюса, между которыми чаще всего протекает жизнь писателя. Встречаются, конечно, и фанатические приверженцы городов. Одним из их патронов, бесспорно, можно считать Сократа. Он, если не было к тому необходимости, никогда не покидал Афин. Его беседа с Федором на берегу Кефиса была настолько необычным событием, что Платон счел себя обязанным предоставить ей самые прекрасные страницы своего диалога. В числе патронов оказался бы и Кант, который, если верить легенде, прожив полвека в Кёнигсберге, ни разу не убедился воочию, что город этот расположен на берегу моря. Некоторых александрийских поэтов трудно себе представить вне города точно так же, как и родственных им по духу Вийона или Верлена. Леон Поль Фарк заслужил себе прозвище «Парижского пешехода», потому что не мог жить, не ощущая под ногами парижской мостовой. «Зеленый цвет мне не к лицу», — шутил он. «Таверна, бестро, кафе давали приют многим поколениям городской богемы. Не умеют дышать вольным воздухом полей и лесов и писатели, влюбленные в старые улочки, в исторические здания. Не понимая красоты деревьев и цветов, они видят ее лишь в колоннах и карнизах. Подобным же образом привязаны к городам придворная знать и салонные львы всех эпох, дэнди, снобы, декаденты. Но и среди них встречаются отступники. После сорока, после пятидесяти лет они пожинают горькие плоды старой истины о том, что пустота всегда остается пустотой, в какие бы одежды она ни рядилась. Впрочем, даже и самые разнузданные личности в конце концов могут утихомириться над листом бумаги. Мне рассказывали, отмечает Конрад в своих воспоминаниях, что некоторые пишут в вагоне, и, наверное, могли бы писать, сидя со скрещенными ногами на веревке для белья. Что касается меня, то я вынужден признаться, что мое сиборитство позволяет мне писать только когда я располагаю по меньшей мере чем-то вроде стула. Это шутливое признание одинаково может быть отнесено как к началу творческого пути писателя, начатого в корабельной каюте, так и к требованиям позднейших лет, далеким от аскетизма. Правда, встречаются писатели, которые могут работать везде, за кухонным столом, на диване, в гамаке. Некоторые из них, обладающие способностью изолироваться от любого окружения, умудряются писать среди шума, гамы, суеты, в казармах, в канцеляриях, на вокзале, в редакции. Гутье, несколько глав капитана Фракасса, написал в типографии, отделенной от грохочущих машин лишь тонкой перегородкой. Кафе многим поэтам не портило рифм. Бернонос заглушал его многоголосый гул бурей собственных мыслей. И мне пришлось слышать от очевидца, что за столиком кондитерской в Закопане можно было видеть Сенкевича, набрасывающего на бумагу приключения Кмитсица. Но все это единицы или случаи исключительные. Писатель по природе своей существо кабинетное. Ему нужен собственный угол, четыре стены. Пусть на чердаке, пусть, с узким, как в голубятне окном. Ему нужен стол, устойчиво стоящий на ножках. Нужен стул, способный выдержать тяжесть его тела. Но если при том писатель не является убежденным аскетом, ему трудно удовольствоваться только этим. Думается мне, что и Диоген рекомендовал свою бочку для философских размышлений, а не для нанесения слов на папирус. Вопрос о рабочем месте писателя не вышел бы за пределы простого его описания, если бы им не занялась вплотную женщина, знаменитая английская писательница Вирджиния Вулф. Ее небольшая книжка, возникшая из лекций «Собственная комната», трактует этот на первый взгляд малосущественный вопрос с глубокой серьезностью. Говоря о ничтожном количестве женщин, которым в течение веков удалось проникнуть в литературу, писательница указывает, какие препятствия ставили им предрассудки и обычаи. В редчайших случаях, и, как правило, ценой утраты доброго имени, женщина могла добиться такой дозы самостоятельности, чтобы располагать собственной комнатой для писательского труда. Иначе говоря, добиться, чтобы этот труд окружающие признали или хотя бы с ним примирились. Женщина, обладающая гениальностью Шекспира, в XVI веке была бы затравлена, лишила бы себя жизни или закончила бы ее вне общества, где-нибудь в глухой деревушке, как ведьма. Лишь в XIX веке женщина по-настоящему вступает в литературную жизнь и осмеливается претендовать на удобства, которые в настоящее время естественны и необходимы. Раньше же, если она и отваживалась писать, то вела себя, как Джейн Остен, которая, сидя в гостиной родительского дома, каждый раз стыдливо прикрывала рукопись, стоило войти кому-нибудь постороннему. И она жаловалась. Мужчины добыли себе привилегию писать уже несколько тысячелетий назад. И только в первобытных человеческих общинах поэту пришлось бы доказывать, что ему необходим укромный уголок, где бы он имел возможность сосредоточиться. Есть произведения, и среди них значительные, писавшиеся в тесных и темных коморках, на пресловутых чердаках, где столько блестящих умов или расцветало, или погибало. Есть и такие, которые создавались писателями в шумной общей комнате, когда они с трудом могли улучить спокойную минуту среди толчей лиц, занятых собственной жизнью. И эти неблагоприятные условия обязательно сказывались на произведении, иногда даже по композиции, по стилю можно почувствовать, где писал автор, в просторной светлой комнате или же в тесном и душном помещении. Хотя здесь и существует большое разнообразие, но можно различить два основных типа писателей. Один тип — это писатели, для которых их труд, страсть, привычка, жизненная необходимость, и они отдаются ему систематически в определенные часы дня и ночи. Такие писатели — адепты Апеллесова принципа «не дня без строчки». У Золя это изречение было выписано над камином в его рабочем кабинете. Антони Троллоп ежедневно писал назначенное себе количество слов и выполнял это с добросовестностью, приобретенной за 30-летнюю практику почтового чиновника. Метерлинг каждый день в один и тот же час садился за письменный стол и не вставал из-за него до обеда, даже если ему и не удавалось написать ни единой фразы. Второй тип — это писатели, на которых творческий помысел не спадает, как ястреб, которых заставляет творить бурное и непреодолимое побуждение. Такие писатели не заботятся о месте для работы, удовлетворяются любым, они даже готовы писать на спинке садовой скамейки. Прекрасные, щедрые души, жаль, что они встречаются так редко. Рабочая комната писателя должна быть удобной, с учетом его вкусов и чудачеств. Материальное положение играет здесь менее важную роль, чем это кажется. Можно терпеть нужду, и, несмотря на это, благодаря бережливости, страсти и упорству, сделать из своего кабинета нечто похожее на дворец. А можно быть богатым, как Толстой, и обставить свою рабочую комнату с подчеркнутой простотой. Впрочем, писатели очень неохотно окружают себя безделушками и украшениями. Гёте, превративший свой дом в музей, выделил для работы комнату скромную, как келья, где ничто не рассеивало его внимание. Иначе бывает, если у писателя имеются пристрастия, как это было с Норвидом. «Я сам расписал стены своей комнаты», — рассказывает он о своем жилище в Нью-Йорке, и украсил ее барельефами в тоне Гризайль, представляющими разные сцены из древней и новой истории. К этому я добавил медальоны великих мужей античности, сделав их похожими на своих друзей и знакомых. Так Август Цешковский изображен у меня Сократом, другой приятель Платоном, третий Александром Македонским, а приятельница — Сафо. Если нет необходимости и вытекающих из нее ограничений, то писатель выразит свой вкус обстановкой своей рабочей комнаты, ее освещением, цветом стен. Он позаботится также и о виде из окон, которые ему более всего по душе. Как же подходящей для беседы с самим собой была башня Монтене, где он писал опыты? И мог ли Виктор Гюго придумать лучший рабочий кабинет для себя, чем так называемый плод медузы на Гернсе, застекленный фонарь над океаном? Стоя валом Роб де Шамбрио за пюпитром, автор «Тружеников моря» и сам охватывал взором безграничный простор океана и был видим проплывающим судам, словно служил им сигнальщикам. Здесь написал он «Легенду веков», «Человек, который смеется», «Песни улицы лесов» и эпопею о людях моря, где каждая фраза насыщена соленым дыханием морского ветра. Определенные формы кресла назывались вольтеровскими. Они настолько вместительны, удобны, уютны, что стали любимой мебелью старушек, которые, сидя в них, могут вязать, перебирать четки и дремать. Вольтер, даже лежа в постели, работал энергичнее, нежели десятки иных писателей, сидя за столом. И поэтому спокойно мог пользоваться таким креслом, уверенный, что его неспокойный дух не даст ему заснуть нигде. Но писатели в этом редко следуют примеру Вольтера. Они предпочитают избегать слишком удобных и слишком уютных кресел, где так любит гнездиться лень. Каспрович, человек недюжинной работоспособности, с гордостью показывал мне свои грубые закопанские табуреты и расхваливал их, несомненно, больше, чем они того заслуживали. Какой-то минимум удобства необходим для успешного творчества. И бедный Вилье де Лилядан, оказавшийся вынужденным писать на полу после того, как у него продали с торгов мебель, хотя и свидетельствует об истинном героизме поэта, но никак не может служить образцом для подражания. Редко бывает, чтобы обстановка кабинета оказалась случайной. Обычно о его устройстве можно сразу же прочесть несколько отрывков в автобиографии писателя. Каждый привнесет сюда что-то из своего труда, из мира, в котором он живет и творит. Веер и кружева явятся следом за каким-то женским видением, пальма заменит тропический пейзаж, фигурка в крестьянской одежде подскажет, что мысль владельца устремлена к далекой деревне. Больше всего предметов громоздится на столе писателя, работающего над исторической темой. Писателю хочется иметь их перед глазами, прикасаться к ним, так как они след, изображаемый им эпохи. Их форма, очертания, орнаменты вводят его в более тесный контакт с той эпохой, от них веет тонким, неуловимым и в то же время непреодолимым очарованием. Франц в эпоху, когда писал свою Жанну Д'Арк, окружил себя огромным количеством предметов из Средневековья. А по окончании работы они ему так опротивили, что он умолял своих знакомых освободить его от этого хлама. Но ни за что не хотел расставаться с куском античного мрамора, из которого с покоряющей грацией вырисовывался женский торс. Этот мрамор — прекрасный фетиш для человека, в равной степени преклоняющегося как перед античностью, так и перед женщиной. Ганкур никогда не мог освободиться от чар японского искусства. Оно не только проникло в его кабинет, но и господствовало во всем доме. По предметам в кабинете писателя сразу же можно догадаться, что его в настоящий момент занимает. Так, на письменном столе Митерлинка стояла тарелочка с медом для приманки пчел, под чей звонкий аккомпанемент писалась «Жизнь пчел». Кабинет писателя зачастую оказывается как бы выставкой, где представлены его интеллектуальные интересы. Достаточно было немного интуиции, чтобы, не прочитав ни одной страницы Гюэйс Манса, догадаться о его видении мира и о его стиле, войдя лишь в его кабинет. Затянутый алой материей, с гравюрами и картинами голландских мастеров, редчайшими книгами в великолепных старинных переплетах, изделиями из слоновой кости, бронзы, средневековыми вышивками, вот был тот кокон, из которого появился в романе наоборот аристократ Дезесент, плод многолетних раздумий автора. Юнг писал свои мрачные ночи при свете свечи, воткнутый в человеческий череп. Стол или бюро иногда выдают и более интимный секрет. С одного взгляда понятно, царит ли здесь урожай или засуха. Книга, раскрытая посередине или с ножиком между страницами, чернильница, мутная от засохших чернил, перо, воткнутое в бумаге, сломанный карандаш. Вот яркая картина писательского бесплодия. Не обманут нас и следы бури, которые иногда проносятся над этой пустыней, оставляя после себя разбросанные книжки самой разнообразной тематики, журналы, свежие газеты, старые записные книжки, блокноты. Этот хаос не след плодотворной работы. От тщетных поисков, тревоги, неудовлетворенности. Даже самый большой педант не сумеет в такие моменты сохранить порядок. Потому что есть два типа писателей, способные сохранять порядок и неспособные. И те, и другие, странное дело, одинаково порядок любят. Самый рассеянный писатель стремится к нему, мечтает о нем. Но тот, кто не умеет навести порядок на собственном письменном столе, никогда, как бы он ни старался, не добьется этого. Словно окруженный злокозненными гномами, он и сам не понимает, как и когда новые стопы книг вырастают у него на столе чуть ли не через час после уборки. Рано или поздно писатель признает себя побежденным и примиряется с этим хаосом, приспособляется к жизни в нем, как в знакомой ему лесной чащобе. Ему одному известны здесь все тропы и тропинки, никому не позволено нарушать этого запутанного ландшафта. «Искусство — это беспорядок», — говаривал один лакей, хозяин которого был поэтом. Однако незаваленный книгами стол чаще встречается у поэтов, обыкновенных романистов, драматургов, которые все им нужное черпают из собственного воображения, нежели у философов и авторов исторических романов. Первым достаточно листа бумаги, вторым приходится иметь под рукой целый архив. Разумеется, это не общее правило. Иногда письменный стол поэта, только что поставившего точку в конце последней страфы лирического стихотворения, выглядит так, будто над ним пронесся ураган истории. В то время как у писателя, чей стол служил ареной войн и политических интриг, этот самый стол находится в идеальном порядке, словно он служил местом для мирных философических размышлений. Я с большим изумлением смотрел на письменный стол Жюля Ромена, в его имении под Туром, настолько девственно чистый, что трудно было понять, как могли на нем поместиться толпы из людей доброй воли. Автор просто-напросто держал их всех у себя в голове. Точно так же и Сенкевич возил целые полки своих героев по всем дорогам Европы, нередко ничего не имея для работы, кроме столика, в номере гостиницы. Еще удивительнее, что здесь не наблюдается никакого соответствия между поведением писателя во время работы и его индивидуальностью, выраженной в написанных им книгах. Бурный, динамичный темперамент прекрасно уживаются с педантизмом, а безупречный классик смутит самого расхлябанного романтика хаосом в своей рабочей мастерской. Виктор Гюго работал за маленьким шатким бюро, за каким было бы впору писать письма мадам де Савиньи. Поистине остается тайной, как многолюдный и бурный мир отверженных, и собора парижской богоматери не расплющил эту игрушку, и как сам титан-автор не разнес ее в щепы. Удивительной прихотью обладал Девернуа, писавший на покрытом лаком сверкающем столе. Не понимаю, как можно писать на поверхности пруда, удивлялась по этому поводу колетт. На средневековых и ренессансных надгробиях, в инициалах иллюминированных рукписей, на старинных гравюрах по дереву мы видим писателей за работой, сидящих в комнатах, исполненных простоты, скромного удобства и прелести. Вот Марцин Бельский в светлой комнате в два окна, из которых одно украшено цветами в горшочках, и вот стоит длинный стол, вероятно, дубовый, и перед ним табурет. Оба они своей красивой резьбой немного напоминают закопанскую мебель. Автор женского сейма положил подушку на табурет, окна задернул шторой, чтобы не проникал холод. Между окнами висит полка с дюжиной книжек. Под рукой чаша с перьями. Он пишет в раскрытой книге. К табурету прислонена гитара. Гитара оказалась здесь не случайна. Она не выдумка гравера. Музыкальные инструменты в рабочих комнатах писателей не редкость. У Шопенгауэра висела флейта, подаренная Рассини, и философ ежедневно на ней музицировал. У Ромена Ролана стоял рояль, и писатель часто выходил из-за письменного стола и садился за него. Точно так же рояль соседствует с письменным столом Ивашкевича, для которого музыка имеет то же значение, что и литература. Минуты, отданные музыке, снимают напряжение мысли, заглушают шум слов, если между ними не наступило согласие в мозгу или на бумаге. Мелодия может подсказать тон, создать настроение, соответствующее тому, вокруг чего беспомощно кружатся бессвязные фразы, может даже вызвать творческий подъем, как это нам известно из импровизации Мицкевича. Работая над трагедией, об Олесе, пишет словацкий матери, «Я часто встаю от стола, подхожу к фортепиано и играю тот самый вальс, чтобы воспоминания наполнили мои страницы печалью». Но для многих музыка оказывается врагом. Стоит ее услышать по соседству, и работа валится из рук. Не удается связать двух слов. Иногда весь день оказывается испорченным. С тех пор, как существует радио, а варвары не приглушают своих приемников, писатели с чувствительной нервной системой испытывают адские муки. У них крадут лучшие творческие часы. История литературы отмечает также и содружество писательского пера с орудиями изобразительного искусства. Карандаш, кисть, уголь, часто освобождают от горечи, которой насыщены периоды бесплодия, когда слово отказывает в послушании. Сотни рукописей испещрены рисунками. По ним можно проследить блуждающие мысли, запутавшиеся в каком-нибудь трудно поддающемся выражению художественном образе, рисунками, служащими как бы строительными рисами для полета фантазии, топографическими планами. Встречаются здесь силуэты людей, иногда какой-нибудь цветок или лист, который мгновение спустя вплетется метафорой в неоконченную фразу. Случалось не раз, что поэт в определенный момент своей жизни колебался, чему отдать предпочтение кисти или перу, как это было с Гете или Ипсоном, которого жена убедила отказаться от акварельной живописи. У моей матери, говорил впоследствии сын Ипсона, две великие заслуги. Она избавила норвежцев от второразрядного живописца и дала им гениального драматурга. Тем не менее, многие писатели брали кисть в руки не ради славы, как Жеромский, или занимались живописью наравне с поэзией, как Норвид, который к тому же был еще и скульптором. Одна из скульптурных работ Ленартовича хранится в Калишском костеле. Казалось бы, что в кабинете писателя должны находиться книги, но это не обязательно. Встречаются писатели, которые книг остерегаются. Это те, кто является врагом книги или же слишком сильно ее любит. Сколько есть посредственных писателей, пишущих так называемые увлекательные романы или театральные пьесы, о которых принято говорить, что они хорошо сделаны, лишенные всякой интеллектуальной культуры. Они похваляются тем, что будто бы их единственная книга это сама жизнь, хотя чаще всего она проходит в кафе, кабаке или игорном клубе. Эти писатели убеждены, будто бы книги лишают их воображения полета и свежести, иначе они не смогли бы объяснить, почему книги для них так скучны. Но присутствие книг в своем рабочем кабинете боится и тот писатель, кто их чрезмерно любит. До чего же легко поддаться искушению? Отложить перо и потянуться за наркотиком, притаившимся в книжном переплете. Постоянно тянет к общению с великими и острыми умами. Их нелегко найти в ближайшем окружении. Лень Анатолия Франца искала себе выхода и оправдания, окунаясь в каскад «Ин октаво», «Ин кварто» или «Ин фолио», который обтекал все стены его кабинета от потолка до пола. Много лет кружит по Варшаве рассказ, как жена Реймонда отбирала у него книги, чтобы он не отрывался от писательского труда. Нехорошо поступала она с мужем, не знала, каким могучим стимулом может оказаться книга, если собственные мысли ослабевают и вынуждены искать поддержку в силе чужих слов. Ни для кого не тайно, что писатели открывают прекрасное в неожиданных встречах. Прочитанная чужая страница дает им постичь вещи, которых они сами, может быть, никогда бы и не разглядели. Самые великие мастера не свободны от таких откровений, идущих от другого. Они ищут их не только у равных себе, но и у писателей гораздо меньшего калибра. Подбирая аккорд для искомой гармонии, они обращаются к книге автора, родственного им по духу, и вживаются в нее до такой степени, что едва ли это можно назвать чтением. Они даже не смогут пересказать содержание страницы, слова которой лишь час назад их волновали. В иных же случаях обращаются к произведениям абсолютно им чуждом по духу, где стиль, композиция, мировоззрение автора, действуют отталкивающе, но и это принесет пользу, потому что такого рода диссонанс вызовет активный отпор, чтение превратится в бой на шпагах, в поединке яснее станут видны собственные преимущества и недостатки, и писатель после этой борьбы с новыми силами сядет за свой письменный стол. Сомерсет Моэм перед тем, как писать, перечитывал Кандида. Читая его, я как бы подставлял голову под душ блеска остроумия изящества. Кто сам пишет книги, в конце концов становится их любителем. Это вполне естественно. Вряд ли найдется писатель, который не оставил бы после себя собственной библиотеки. Судьба такой библиотеки обычно всегда печальна. Если она по завещанию не войдет в фонд более обширного собрания книг, ее растащат безразличные и жадные наследники. Ценные и памятные книги валяются на чердаках, продаются в аукционных залах, у букинистов, погибают в равнодушных руках. С большим трудом исследователи литературы их вылавливают, а потом с волнением обнаруживают подчеркнутые места, замечания на полях обрывки мыслей писателя, проливающие иногда новый свет на его творчество. Известна судьба библиотеки Петрарки, которая в момент его смерти в 1374 году была самой крупной в Европе. Во время войны походов странствовала она по разным городам Италии и Франции, короли отвоевывали ее друг у друга. Пьер Данольяк составил тщательный каталог и внимательно просмотрел ее, ища на полях пометки великого гуманиста. Подобную же работу выполнил неутомимый и удачливый в своих розысках Биркенмайер. Он установил даты приобретения и использования в качестве научного материала книг из библиотеки Коперника. Автор монографии о Сент-Бёве Боннеро пошел еще дальше. Он перерыл архивы парижских библиотек, установил все книги, которые заказывал Сент-Бёв и смог воспроизвести календарь его работы с точностью почти до одного дня. Но истинная мастерская писателя там, где находится его орудие производства. Только в настоящее время можно употребить слово «мастерская». Представителей прошлых поколений оно возмутило бы, потому что с этим словом ассоциировалась работа ремесленников, работа рук, а не мозга. А эти две сферы были разделены предвзятостью, неприязнью, презрением. В каждый период истории язык является верным летописцем чувств и предрассудков общества. Ныне понятие мастерская стало благородным. Удивительно только одно, что это произошло с таким опозданием в эпоху, когда все меньше и меньше вещей изготовляется индивидуальным, сосредоточенным усилием. На фоне всеобщей механизации труд писателя принадлежит к тем немногим благородным ремеслам, которым еще нужна собственная мастерская. Орудия производства, какими в этой мастерской пользуются, заслуживают уважения не только за цели, которым они служат, но и своей историей, длинной и поэтической. Эта история расцвечена метаморфозами. Одна из наепрекраснейших — это стиль, слово-девиз, слово-клич, символ цеха художников слова. Происхождение его простое и скромное. По-гречески оно сначала значило «палка», «кол», «столб». Вроде того, как и по сей день, в аппотавском повяте говорят о стиле топора, а кое-где в иных местах Польши его называют «стилиском». И римское войско стилями, то есть заостренными кольями, защищало подступы к своим лагерям. Затем этим словом стали обозначать резец, которым римляне писали на восковых таблицах. Резец изготовляли из дерева, из кости, из металла. В моей коллекции, уничтоженной фашистами, я хранил такой костяной резец, найденный на капре. Он был не больше мизинца, тонкий и гладкий. Один конец у него был заострен наподобие зубочистки, а второй тупой, как шишка пиния. Я часто задумывался, кому он мог принадлежать. Одному ли из тех ученых-педантов, что окружали старого Тиберия и развлекали его своей пустой эрудицией? Или же, быть может, какой-нибудь придворной даме? Последнее предположение больше устраивало меня. Мне казалось, что я вижу эту даму, вижу, как она, разложив перед собой восковые дощечки, в задумчивости подносит мой резец кустам, похожее на софо, с фрески в Геркулануме. Точно таким же резцом могла пользоваться и настоящая софо, поскольку он был любимым орудием производства поэтов. Это с ним свяжется Горациевская, так удачно двусмысленная, почаще поворачивай свой стиль. Саэпе стилум вертес Резец и остро отточенный тростник, которые макали в чернила, служили литературе в ее плодотворнейшие века. Потом наступила эра гусиных перьев, и капитолийская птица покрыла себя новой славой. Она разделяла ее с журавлем, лебедем, уткой, вороном, ястребом. Можно было сравнивать их перья и из них выбирать, воздавая хвалу легкости, остроте, цвет. Кому хотелось держать в руке радугу, писал павлинием пером. О резце напоминали только старые метафоры, которые отмирают не так-то скоро. Станислав Гераклиуш Любомирский усмотрел здесь некоторый парадокс. Теперь было бы правильнее, замечает он, говорить о написанном не стиль, а перо. Например, это написано хорошим пером, или это книга хорошего пера, ибо нынче люди отказались от стиля и употребляют вместо него перо. Пожелание Любомирского не исполнилось, и мир остался со старой метафорой, лишь добавив к ней еще новую, и когда говорят об остром пере, представляется рука, ножик и зачиняемая палочка, так еще делала моя бабка, а потом свеженаписанная посыпала песком, всегда стоявшим на ее письменном бюро в красивой песочнице. Норвид писал «Перо, ты для меня как ангела крыло». Это выспреннее обращение относилось к скромному гусиному перу, с которым до самой смерти не расставались ни Норвид, ни Виктор Гюго, легкость в нем ветра и молнии сила. А до нашей эпохи гусиное перо донес Анатоль Франц. На его письменном столе в Бешалери, сохраняемом таким, каким он его оставил осенью 1924 года, стоит чаша с отточенными гусиными перьями. Франц никогда не пользовался иными. Для нас же теперь стальное перо, некогда символ прогресса, не является достаточно хорошим орудием производства, и каждый старается обзавестись золотым пером, который раньше в мире литературы давалось лишь как высокая награда, словно маршальский жезл. Писатели никогда не были безразличны к размерам, весу, форме орудий своего производства, орудий писания. От них требуется прочность, покорность, удобство. Плохое перо способно испортить рабочий день, остужая творческий пыл, нарушая ровную работу мысли. Это только Марсель Швоб умышленно искал испорченные перья и находил в них стимул, возбуждающий творческую энергию, благодаря их неподатливости. Петер же Альтенберг так воспевал достоинство голубых стальных перьев номер 201 фирмы Кун, что можно было подумать, будто фирма платит ему за рекламу. До изобретения книгопечатания автор почти всегда бывал старательным каллиграфом. В настоящее время к числу редкостей относятся такие рукописи, как рукописи Арнольда Беннета или Андреа Сюареса с разноцветными буквицами, выполненными с безупречной аккуратностью, или необыкновенно красивые рукописи Владислава Витвицкого, переводчика Платона. Встречаются вещи и поистине удивительные. Шифр Сэмуэля Пипса или письмо Леонардо да Винчи, которые возможно прочесть только в зеркале, потому что буквы перевернуты. Уже сам процесс писания для многих является наслаждением. В начертании букв таится особая прелесть. Об этом свидетельствует признание писателей. Ни один из них рассказывал, что переписывает свое творение по нескольку раз, заботится о безупречной чистоте копии, любят старомодные, освещенные традицией орудия письма. Процесс обмакивания пера в чернила, говорит Декаф, это само совершенство. Он не позволяет писать слишком быстро, благодаря чему удается избежать многих глупостей. Бернард Шоу был иного мнения и часто прибегал к стенографии, чтобы поспеть за мыслью. Переменам в орудиях письма соответствовали на протяжении веков обусловленные ими перемены в психологии творческого процесса. Легко себе представить, какая значительная разница существовала в психологии того, кто писал резцом и того, кто, как китайцы, пользовался тоненькой кисточкой, не говоря уже о писателях древнего Вавилона, высекавших в глине клинописные знаки. В музеях хранятся перья и чернильницы, оставшиеся после великих людей, с волнующими следами долгого употребления, иногда проливающие свет на склонности, предрассудки, слабости их владельцев. Не увидите зато карандашей, хотя многие писатели пользовались исключительно ими. Точно так же не встретите и пишущих машинок, наверное, потому, что они сравнительно недавно проникли в писательские мастерские, и, пожалуй, еще ни одно великое произведение не было создано на этом приборе. Хотя пишущая машинка служит обычно для изготовления копий рукописи, но все больше встречается писателей, кто ради нее отказался от пера при создании оригинала. Пристли, пользующаяся машинкой более 30 лет, усматривает в ней большие достоинства. Пишущая машинка, говорит он, держит человека на некотором расстоянии и дает возможность окидывать написанное критическим оком. Пусть даже и так, но машинка прежде всего отлично служит графоманом, кому чужды сомнения и родственным им существам с повышенной плодовитостью. Одно из таких существ, писательница Тайлор Колдуэлл, добилась больших успехов в стряпании книг, и она чистосердечно признается. Я печатаю на пишущей машинке с профессиональной скоростью, пишу очень быстро, не задумываясь, будь у меня достаточно свободного времени, мне хватило бы двух месяцев для написания довольно толстого романа. Для большей ясности добавлю, что эта дама написала роман из эпохи Ришелье, не зная ни Франции, ни Европы. Да и для чего их знать, утверждает она, если в Буффало имеются великолепные библиотеки. Стараясь представить себе писателя за работой, наверное, никто бы не вспомнил о ножницах, однако о них не забыл создатель надгробия Каллимаха в церкви Святой Троицы в Кракове. И по сегодняшний день ножницы присутствуют не на одном писательском столе. Чаще всего они появляются в заключительной стадии прочтения рукписи, иногда при держании корректуры. Они разрезают страницы, переносят целые куски текста из одного места в другое, причем иногда случается, что то, чем кончилась глава, попадает в ее начало. Так с помощью ножницы клея появляется интереснейший сюжет, приняющий легкостью и естественностью. Бумага — очень серьезный вопрос. Она вошла в литературу поздно, лишь в конце Средневековья, и произвела революцию. Сначала она выдержала бой со своим предшественником пергаментом и убила его дешевизной. Пергамент, изготовлявшийся из шкур животных, стоил дорого, и его было мало, приходилось прибегать к палим сестам. Варварский обычай уничтожения чужой мысли, которая зачастую оказывалась несравненно более ценной, нежели та, что на отвоеванном месте выписывал позднейший автор, является одной из иллюстраций культурного оскудения, наступившего после гибели античного мира. Пергамент причинял писателю множество ныне уже забытых хлопот. Его надо было разгладить, устранить все неровности и шероховатости, натереть мелом, но когда все это было выполнено, такое наступало наслаждение. Даже сравнивать нельзя пергамент с бумагой, которая в ту эпоху была неимоверно шершавой. Дешевая по сравнению с пергаментом, она все же была дорогой в сравнении с теперешней ее стоимостью. Кахановский за лист платил двадцать пять грошей в золотой валюте. Изменились и условия, в каких писатель выполнял работу. Во времена пергамента перед ним лежала раскрытая книга, и он каллиграфическим почерком выводил легким бесшумным пером буквы на скользкой гладкой поверхности делая для экономии места множество условных сокращений. В средние века заскрипело гусиное перо, вгрызаясь в плотную и шершавую бумагу. Уже давно бумажная промышленность в состоянии удовлетворить требования и вкус писателей не хуже, чем в древности это делали мастерские, где изготовлялся папирус. Писатель может выбирать и капризничать. Формат, плотность, гладкость или шершавость, блеск, вот вокруг каких качеств вращаются индивидуальные интересы пишущих. Когда писатель изменяет формат и плотность бумаги и делает это по собственному почину, а не в силу необходимости, это всегда свидетельствует о том, что и он сам в какой-то степени изменился. Опытный глаз по одному виду рукписи распознает психические особенности, творческий метод, а иногда и стиль автора. Узкие полоски тянутся за тем, кто долго работал в газетах. Повествователь с широким дыханием не станет писать на страничках малого формата, столь подходящих для поэта, творящего изысканные метафоры. Один писатель с изумлением отмечает в дневнике, как фатально на него влияет бумага в клетку, путая мысль и нарушая душевное равновесие. Случаются и извращенные соблазны. Тянет написать элегию на обратной стороне накладной или роман в прихода расходной книги. Не безразличен и цвет бумаги. У некоторых писателей он меняется настолько показательно, что по цвету рукписи можно различить периоды творчества, совсем как пейзажи в разные поры года. Есть нечто чрезвычайно привлекательное в белой бумаге. Есть нечто чрезвычайно привлекательное в ней. Это как бы открытый путь, по которому можно отправиться в неизвестное, когда немного страшно сделать первый шаг. Так человек не решается нарушить девственную белизну снежного поля. Руссо рассказывает в исповеди о двух первых частях Новой Элуизы. Я создал их и переписал начисто в течение зимы, работая с невыразимой приятностью, использовав наикрасивейшую золоченую бумагу, лазоревые и серебряные порошки для сушки написанного и голубые ленточки для сшивания тетрадей. А вот старый Гёте над Мариенбадской элегией. Три дня заняла у него переписка стихотворения витиеватым каллиграфическим почерком, достойным средневековых рукописей. Ныне этим экземпляром можно любоваться в архиве Гёте и Шиллера в Веймаре и восхищаться прелестной обложкой из голубого полотна. Но первоначально Гёте, как и Руссо, сам сшил свою рукопись шелковым шнуром и переплел красным софьяном. И поныне у писателей встречаются красиво переплетенные рукописи, иногда даже с золоченой каймой, будто заранее предназначенные для украшения коллекции автографов. Не каждый писатель так старателен и предусмотрителен. Анатоль Франц писал на всем, что попадало под руку, потому что заранее никогда не запасался бумагой. Искал ее по всему дому, выклянчивал у кухарки, использовал старые письма, конверты, пригласительные билеты, визитные карточки, квитанции. Однажды фирма, у которой он купил мебель, напомнила ему об оплате счета, и Франц тщетно пытался убедить фирму, что он ничего не должен. И только мадам де Кайяве, знавшая повадки своего друга, просмотрела его рукописи в национальной библиотеке и нашла там квитанцию, на которой с оборотной стороны был написан отрывок романа. Его рукописи так мало привлекательные, хранятся ныне в великолепных переплетах из бархата кожи слоновой кости, монументальные, как церковные книги. Маларме не считал бумагу единственным материалом для поэта и писал стихи на веерах, бомбоньерках, чайниках, зеркальцах, банках, платочках, словно старался, как заявляют его поклонники, вкомпоновать свои стихи в саму жизнь. Иногда не приходится заботиться об удобстве и красоте письменного стола. Например, в случае, если его вообще нет, как то бывало с Вилье де Лиль-Аданом, когда у него конфисковали мебель, или с Тадеушем Ритнером во время переезда. Он набросал эпизод драмы простым карандашом на пачке с книгами. В заточении в тюрьме, в изгнании даже тот, кто всю жизнь привередничал, хватается за все, что ему посылает судьба. Вроде Оскара Уальда, доверившего де профундис грубым страницам тюремной бумаги. Серошевский писал первую свою книгу в Сибири чернилами и пером собственного изготовления на обрывках газет. Бенвенута Челлини единственную в своей жизни поэму писал в тюрьме с щепкой вырванной из двери, а чернила приготовил из толченого кирпича. Нельзя обойти молчанием тех писателей, хотя их и не так много, кто, будь то постоянно или лишь в некоторые периоды, прибегал к услугам чужих рук. О диктовке упоминалось часто уже в древности. Цицерон многократно вспоминает об этом в своих письмах. Охотно диктовал Цезарь. Некоторых к диктовке заставляли прибегать болезнь или увечье, как слепота Мильтона или приступ паревматизма у Конрада. Мне самому пришлось видеть, как Уэллс, ходя по комнате, диктовал главу из романа над которым он тогда работал под аккомпанемент машинки, ракотавшей под ловкими пальцами секретарши, легкой трусцой, следовали описания, диалоги, психологические комментарии. Мне кажется, что этот период довольно хлопотлив и малонадежен, и что прав был Ян Снедецкий, говоря про Калантая. Стиль Калантая местами несколько растянут, и это потому, что он привык писать не сам, а диктовать. При таком способе работы мысль идет свободнее, растекается, разыгрывается воображение, в то время как под собственным пером та же мысль находится в узде. Она сосредоточеннее, внимательнее к каждому слову, сдержаннее в своих порывах. Самое неприятное это стесняющее присутствие другого лица в момент, когда все зависит от сосредоточенности и тишины, когда все предоставлено на милость доброго волшебника одиночества. Одиночество, мать, совершенство. Это оно бодрствовало над терцинами божественной комедии и за одну ночь породило импровизацию. Это ему одиночеству обязан Гораций, блестящей шлифовкой своей страфы, а Гёте видениями второй части Фауста. Оно оттачивало слух Флобера для ритмов новой французской прозы и наполняло комнату Диккенса бессмертной толпой персонажей. Что представляет собой исповедь блаженного Августина как не монолог души в часы одиночества? Одиночество расправляет мысли крылья, придает ей зрелость, в нем слово переживает период своего цветения. Если заглянуть в жизнь любого писателя, то обязательно найдешь в ней, как в чулане среди полинявшего тряпья, ненужной рухляди, шкатулку с горстью драгоценностей, дар одиночества. Без одиночества гений сгорит как ракета, а талант обносится до нитки. Сколько проникновенной благодарности звучит в стихах Мицкевича. «Одиночество зноем житейским томим, к твоим водам холодным глубоким бегу я, и с каким наслаждением, с восторгом каким погружаюсь в прозрачные чистые струи». Трудно найти произведение по-настоящему совершенное, которое целиком было бы создано среди суеты жизни в шумной среде. Величайший салонный герой Дон Жуан, посвятивший себя служению владычицы Венере, рыцарь, влюбленный в шум битв, если он при этом окажется и настоящим творцом, сразу же все бросит и замкнется в четырех стенах. С оттенком иронии говорит об этом уже Апер в Тацитовском диалоге об ораторах. Поэты, по-настоящему намеренные создать что-то ценное должны отказаться от перов с друзьями, от приятностей столичной жизни, а также от всяких иных развлечений и даже обязанностей и, как они сами говорят, удалиться в леса и рощи, то есть в одиночество. Каждый ищет одиночество в соответствии со своими склонностями и возможностями. Бальзак в ночной паре, Вальтер Скотт в раннем утре, когда он поднимался на рассвете и пока все его домочадцы еще спали, работал до завтрака. Кто не совсем в себе уверен, прибегает к необычным средствам, как, например, Виктор Гюго, который обстриг себе полголовы, сбрил полбороды, а затем выбросил ножницы в окно и таким способом недели надве запер себя дома. Под натиском творческой работы ослабевают все иные привязанности и страсти. Рьяный наездник забывает о коне, охотник о ружье, трубодур пренебрегает возлюбленный, весь мир замыкается в тесной комнатке, вольный воздух проникает в легкие лишь урывками среди ночи, когда писатель, одуревший от работы, распахивает окно. Покои и тишина — вот два важнейших условия для плодотворной работы писателя. Некоторые готовы бороться за них с жестокостью Карлейля, истязавшего свою кроткую жену молчанием, длившимся неделями. Квинтелиан, ошибочно полагая, что эту проблему можно объять нормами, как правилами риторики, рекомендовал писателям избегать прелестей деревни, ибо ничто так не рассеивает внимание, как шум ветра в ветвях и пение птиц. И советовал работать по ночам в наглухо закрытом помещении при свете одного единственного светильника, а еще лучше в погребе, как демосфен. Шопенгауэр писал очерк обуличных шумах, где в страстных словах выдает свое давнишнее и все еще не остывшее раздражение. Пруст был болен, и ему требовались для работы особые условия. Будучи богатым, он мог себе это позволить. Стены его кабинета были обиты пробкой, но даже и в такой тщательной изоляции он не мог работать днем, опасаясь шумов. Если ему случалось покинуть свое жилище на бульваре Османно, где каждая мелочь была продумана и все приспособлено для удобства и тишины, он нанимал в отеле несколько комнат, чтобы изолировать себя от соседей. Мало найдется писателей, которые могли бы вполне искренне заявить, что ему не завидуют. Наклонившийся над своей страницей писатель подобен лунатику. Он обязательно упадет, если его ушей достигнет окрик снизу. Чужое слово, даже произнесенное нежнейшим голосом и самым дорогим человеком, поразит его, как гром. Внезапно все рушится, рассыпается, и от поэтического видения ничего не остается, кроме обугленного пепелища. И потребуется много времени, чтобы все это восстановить. А случается, что поэтический образ, уже маячивший в отдалении, уже готовый облечься в нужные слова, исчезает навсегда. О таких испепеляющих результатах вторжения в мир писателя рассказал Конрад в томе из «Воспоминаний» «Приключения с дочерью генерала». Творческий час не имеет ничего общего с астрономическим часом, который отмеривают часы. Он единственный и неповторимый. Нельзя изъять из него и четверть, а потом заменить другой и в другую пору. Он счастливая случайность, подарок сугубо благоприятных обстоятельств, милость судьбы. Нарушенный или прерванный, он никогда не возвратится. Может и должен его работу выполнить другой час. Но что бы этот час не принес, мы так никогда и не узнаем, чего лишились в том ушедшем. Представим себе, что одна из тех многочисленных помех, которые так часто отравляют писателю жизнь. Внезапные шумы, визиты вторглась в творческий час, когда рождалась импровизация в дзядах. Кто осмелится утверждать, что такое же напряжение духа Мицкевич смог бы в себе вызвать и на следующий день? Жизнь писателя скрывает огромное кладбище утраченных мгновений, померкших образов, умерщвленных в зачаточном состоянии замыслов. Отчасти в этом бывает виноват и сам писатель, но главным образом окружение. Он бывает виноват сам, если из-за невнимания, рассеянности, нетерпения погубит минуту творческого подъема. Но ни эта беда, ни та, что является следствием плохого состояния здоровья, измученных нервов, депрессии, не могут сравниться с вредом, какой причиняет писателю внешний мир, навязчивый, грубый, беспощадный. Каждый писатель, даже самый посредственный, хранит в себе отшельнический скит. Метерлинг плодотворнейшие годы провел в старинном пустынном аббатстве Сен-Вандриль. Дни, прожитые в монастыре Бечес-Бан, принесли Юлюшу Словацкому высокий подъем духа и поэму Ангелли. И если в романе или в поэме встречается образ монаха, если стих звучит, как эхо монастырских стен, пусть не вводит вас в заблуждение имя автора. Кем бы он ни был, каковы бы ни были его жизнь и мировоззрение, но в минуту, когда он это писал, он и в самом деле был монахом, братом тех, чей образ проник в его душу, пробудив в ней тоску по сосредоточенной внутренней жизни, которую так трудно себе добыть в повседневной суете. ВДОХНОВЕНИЕ Вдохновение вышло из моды. Нынче, если это слово нечаянно подвернется под перо, оно имеет или оттенок иронии, или просто-напросто оказывается механическим повторением избитого выражения шаблонной старой метафоры. К нему охотно прибегают простодушные люди, когда видят человека, занятого писательством, и выговаривают это слово с сарказмом, стараясь прикрыть беспокойство, вызываемое в них странным существом, писателем. Известную слабость к вдохновению можно еще обнаружить у скульпторов. Не всегда удается им подавить в себе соблазн украсить памятник крылатыми гениями, порхающими над поэтом или наклонившимися к нему с доверительным шепотом. У вдохновения были свои счастливые времена и длились они веками. Оно выражало уверенность в божественном происхождении искусства слова и обросло собственной мифологией. В качестве неподдающегося определению состояния духа в словаре греков оно соседствовало со словами мания, безумие, его путали с экстазом, с энтузиазмом, который в своем первоначальном смысле обозначал состояние человека, преисполненного Богом. Оно светилось в темном пурпуре религии Диониса, где его обнаружил и был им пленен Фридрих Ницше. Меняя патронов в зависимости от религий, вдохновение сохранилось не только в народных представлениях о поэтах, вещателях, о вдохновенной пророческой их миссии, но в него верили и сами поэты, как и следователи их творчества. Сколько раз в истории литературы проводилось развлечение между поэзией спонтанной, стихийной, одним словом, вдохновенной и той, которую называли искусственной, деланной, зиждущейся на трезвой, кропотливой работе. Прибегая к метафоре, об этой последней говорили, что она пахнет потом. От первой же пахло полями, лесами, грозовыми ночами, пронизанными молниями, от второй лишь удушливым запахом затхлого помещения. В особенности в эпоху романтизма вдохновение расправило крылья. Никогда раньше так много о нем не говорилось стихами и прозой. Не найти в тот период ни одного исследования по литературе, где бы упорно на каждой странице не повторялось это слово. Повторяется оно и во всех письмах, и, наверное, звучало во всех даже самых пустых разговорах. Поэт-романтик почел бы себя оскорбленным, если бы ему отказали в обладании даром вдохновения. Словацкий в годы своего мистицизма открыто заявлял, что пишет по подсказке ангелов. То же самое утверждал и Сведенборг относительно своей мистической космографии, и Уильям Блейк, когда говорил, что он является всего-навсего секретарем Всевышних сил, и те диктуют ему стихи. Эти неумеренные восхваления в последующую эпоху погубили вдохновение. Против него ополчился Флобер. Над вдохновением единодушно насмехались во времена реализма и натурализма. Его замалчивали парнастцы, и, в конце концов, оно оказалось окончательно скомпрометированным. Но когда какое-нибудь слово отслужит свой век, из его содержания можно кое-что спасти, может быть, самое существенное, произведя небольшую замену. Фридрих Шиллер, живший, если можно так выразиться, в эпоху вдохновения, и сам к нему причастный, дал ему красивое определение неожиданности души. Как и многие другие поэтические выражения, оно по точности не уступает научным терминам и означает мгновения внезапные, краткие, сверкающие, как молния, которые приносят замысел, решение, строфу, черту характера или ход событий в жизни персонажей. Вызываются такие неожиданности души, обычно каким-нибудь стимулом, отнюдь не исключительным, скорее незначительным. Популярное представление о вдохновении якобы нисходящем на писателя обязательно среди величественных или восхитительных видов природы можно сравнить с упорством, с каким вот уже полтора века художники изображают Наполеона на белом коне, хотя безупречный знаток этого вопроса Фредерик Массон доказал, что император избегал белых лошадей. Этот скромный стимул черпает свою силу из психических особенностей писателя и из обстоятельств, при которых ему дано проявиться. Чаще всего он бывает эмоционального характера, резкий переход от печали к радости или наоборот, воздействие на органы чувств, свет, цвет, голос, запах преисполняют нас особым волнением и в момент растроганности, экзальтации, острой горечи или глубокой боли, внутреннего покоя или блаженства выступает на поверхность сознания плод затаенной работы нашей мысли. Когда-то мы едва обратили на это внимание, в нашу мысль запал слабый зародыш. Начался период его медленного созревания. Он жил как бы подспудно, долго пребывал в нашем мозгу, ничем не выдавая своего присутствия. Случалось, что он не заявлял о себе месяцами и годами. Писатель занимается тысячами проблем, получает мириады впечатлений, а тем временем в непроницаемых дебрях его психической жизни этот глубоко скрытый зародыш растет, питаясь таинственными соками. В его тайник проникают впечатления обыденные и возвышенные, сведения безразличные и необычайные, обрывки разговоров, обрывки прочитанного лица, глаза, руки, сны, мечтания, восторги, неисчерпаемые обилие явлений, из которых каждый может питать этот эмбрион, способствовать его росту. И вот в один прекрасный день, когда мы меньше всего этого ждем, когда мы, как нам кажется, находимся очень далеко от того, что с ним связано, он проявляется как давно желанный и жизнеспособный образ. В силу неизвестных нам причин наступает кризис, внезапный конец долгой подсознательной работы, в своей напористости, часто похожей на действия стихийных сил природы, и такой же, как и они, безличной. Гайден, когда у него возникла мелодия, долженствовавшая в сотворении мира выразить рождение света, воскликнул ослепленный ее блеском, «Это не от меня, это свыше». Здесь нет разницы между писателем и философом, художником и ученым. Вместо того, чтобы повторять избитую историю о яблоке Ньютона, стоит привести гораздо менее известный, но, может быть, гораздо более поучительный пример из жизни великого математика Анри Пуанкаре. В течение многих месяцев он тщетно искал определенную формулу, неустанно о ней думал. Наконец, так и не найдя решения, совершенно забыл о ней и занялся чем-то другим. Прошло много времени, и вдруг однажды утром он, будто под брошенной пружиной, быстро встал из-за стола, подошел к бюро и сразу же написал эту формулу, не задумываясь, словно списал ее с доски. Таким же образом, и на писателей нисходит, как бы осеняют их, долго не поддававшиеся развязки драм, романов, новелл. В мгновенной вспышке проясняются характеры и судьбы персонажей, отыскиваются долго и напрасно искавшиеся строки, как те, что Жан Муреас, стоя под уличным фонарем дрожащими пальцами, записывал на коробке из-под папирос. Гёте рассказывает во вступлении к вечному жиду, как он около полуночи, словно безумный, вскочил с постели, как его внезапно захватила жажда воспеть эту загадочную личность. И в данном случае, наверное, было то же, что и во всех ему подобных. Поэт годами носил в себе тон, настроение баллады, прежде чем она вылилась у него в стихи. И вот каким сравнением заканчивает Гёте рассказ об этом переживании. Мы только складываем поленья для костра и стараемся, чтобы они были сухими, а когда наступит урочный час, костер вспыхнет сам, к немалому нашему удивлению. Эти неожиданности души не одинаковы по силе и продолжительности. От кратких вспышек, освещающих на мгновение лишь одну мысль или частицу образа, и до великих многое охватывающих открытий. В последнем случае выступает на поверхность значительная часть подсознательного, и это оказывается потрясением огромной силы, вроде тектонических катастроф, когда из глубин океана появляются острова и становятся новой отчизной растений, животных и людей. По дороге в Рапалло Ницше был ошеломлен возникшим в его сознании образом собственного Заратустеры, и, вспоминая тот день, он говорит, «Наступает откровение, это значит, что внезапно, с неслыханной уверенностью, и во всех подробностях человек видит перед собой нечто потрясающее его до глубины души, переворачивающее душу. Мысль вспыхивает, как молния, человек испытывает восторг, совершенно утрачивает над собою власть, тогда все совершается помимо его воли, а между тем он весь проникнут чувством свободы». Такая буря своим неожиданным и мощным вторжением в душу доводит даже до физического истощения, например, обморок Мицкевича после великой импровизации. Подобное же состояние пережил Декарт 10 ноября 1619 года. Он считал этот день не менее для себя важным, чем день, когда он родился, потому что в тот день предстала перед ним в ослепительном блеске его знаменитая идея. Этому мгновению предшествовало состояние сосредоточенности глубочайшего внутреннего затишья, сменившегося затем сильнейшим возбуждением. Байе, его биограф, сообщает, «Он до такой степени обессилел, что был близок к воспалению мозга», а ум его, пылающий энтузиазмом, порождал сны и видения. В конце концов, Декарт упал на колени и обещал совершить паломничество во имя Божьей Матери, поручая ее опеке плод своих мыслей. Совершенно неожиданно такой враг вдохновения, как Поль Валери, пережил в Генуе одну памятную ночь, предрешившую всю его дальнейшую духовную жизнь. Из биографии Мицкевича известны удивительные факты, связанные с его импровизациями. Он менялся в лице, бледнел, страшным усилием выбрасывал из себя стихи, держа слушателей в магнетическом напряжении. Ему помогал нежный голос флейты. Флейта как бы настраивала инструмент его поэзии. Схожие явления известны и в жизни других поэтов, а скучные медики усматривали в них симптомы эпилепсии, в большинстве случаев без всяких к тому оснований. Импровизация притягивала к себе поэтов, считалась особым даром, пока ее не снизили до уровня светской забавы и шутки, принимаемой всерьез, как в случае с почтенной деотимой. Обстоятельства, заслуживающие внимания, существует близкое родство между импровизацией возвышенной и импровизацией развлечением. Их роднит стимул необходимости. Вдохновение по необходимости с древнейших времен было известно ораторам. Из описания их поведения можно точно установить те же самые симптомы, что и у импровизаторов поэтов. Потому что у обоих оратора и поэта происходит борьба с пропастью, на краю которой они стоят, имея перед собой огромное скопление лиц, чувствуя на себе множество взглядов. Первые произнесенные слова поднимают их на опасную высоту, как и кара крылья. Удержаться на ней можно только благодаря силе духа или же благодаря выдержке, опыту, привычке. Такого рода вдохновения не было известно писателям в эпохе, когда можно было не считаться со временем, когда произведение могло созревать столько, сколько заблагорассудится автору. исключение составляли поэты-драматурги, кому не раз приходилось ощущать на себе шпоры необходимости из-за перемены репертуара, вкусов, разных побочных обстоятельств. В наше время, то есть примерно уже полтора века, в профессии писателя необходимость иногда выступает в роли доброй волшебницы, благосклонного гения или демона. Срок, предусмотренный в договоре, часть рукописи, сданная в набор, печатание романа с продолжением, такие обстоятельства становятся мощным стимулом, пробуждающим в писателе дремавшую энергию, и он начинает действовать, как под гипнозом, отдавшись внезапному порыву. Писатели обычно сетуют по поводу этих докучливых сторон в их профессии, однако именно им они часто бывают обязаны и удачно написанными страницами, и превосходными развязками, а иногда даже и чистотой стиля, примером чего может служить Сент-Бефф. Обязанность писать еженедельные фильетоны в газету лишала его возможности разукрашивать фразы старомодными завитушками. Сент-Бефф, хотя и вырос во времена романтиков, не мог себе позволить старинное возвышенное вдохновение, потому что в середине девятнадцатого века оно было основательно скомпрометировано. Вот признание Стендаля. Я не начинал писать до 1806 года, пока не почувствовал в себе гениальности. Если бы в 1795 году я мог поделиться моими литературными планами с каким-нибудь благоразумным человеком, и тот мне посоветовал бы, пиши ежедневно по два часа, гениален ты или нет, я тогда не потратил бы десяти лет жизни на глупые ожидания каких-то там вдохновений. И Стендаль сумел наверстать упущенное. Благодаря систематической работе он смог написать Пармскую обитель менее чем в два месяца. Флоберу в столь краткий срок может быть не удалось бы написать и одной главы, но зато он не нуждался ни в чьих советах, чтобы дойти до истины, обретенной Стендалем с таким опозданием. Никто, как Флобер в эпоху еще насыщенную романтизмом и сам, будучи глубоко проникнут романтичностью, не выступал так гневно против вдохновения. Он считал вдохновение уловкой для мошенников и ядом для творческой мысли. Все вдохновение, утверждал Флобер, состоит в том, чтобы ежедневно в один и тот же час садиться за работу. Но прислушаемся и к иному свидетельству. Вдохновение бесспорно нужно в каждодневной работе. Вот два противоположения, которые не исключают одно другого, как обычно бывает, со всеми противоположениями, существующими в природе. Имеется некая небесная механика в работе мысли. И незачем этого стыдиться, надо ею овладеть, как врачи постигают механику тела. Кто это говорит? Представитель богемы, проклятый поэт, собиратель шороха в души, возлюбленный настроений, а вместе с тем и упорный шлифовщик стиха Челлини поэтического слова Бодлер. Бенвенута Челлини, 1500-1571, скульптор и ювелир эпохи Возрождения. И как бы для того, чтобы не осталось никаких недомолвок, чтобы гения с обрезанными крыльями лишить уж всякой надежды воспарить, Бодлер добавляет, вдохновение зависит от регулярной и питательной пищи. И это сказано не в шутку. Французы такими вещами не шутят. У них поэты никогда не искали себе образцов для подражания среди однодневок эфемеридов, обладающих крыльями, но обходящихся без желудка. Сегодня мы продолжаем относительно молодую традицию, которая старинное вдохновение заменила иными божествами трудом, упорством, волей. Бессильной воли не бывает великого Творца. Но разве же и в самом деле эта истина нова? Слова Данте, взятые в качестве эпиграфа к следующей главе, решительно тому противоречат. Работа Нежесть на мягкой перине славы себе никогда не добудешь. Данте Причёсываясь и бреясь, я имею обыкновение читать или писать, слушать, как мне читают вслух, или диктовать писцу. То же самое и во время трапезы или прогулки верхом. Ты удивишься, если я тебе скажу, что не раз работал, сидя на коне, так что по возвращении домой у меня была готова и песнь. На перах в моём сельском уединении при мне всегда перо, и я откладываю его лишь из уважения к приезжему гостю. У меня в доме на всех столах письменные принадлежности и таблички. Нередко я даже просыпаюсь ночью, в потьмах нашариваю перо у моего изголовья и, пока не исчезла мысль, записываю, а на завтра едва могу разобрать написанное в темноте. Вот каков мой образ жизни и мои занятия. В этом признании Петрарки перед нами предстаёт первый литератор нового времени в своём скиту в Воклюзе, где он день и ночь поглощён работой. А вот голос из другого скита, отделённого от предыдущего пятью веками, из Круассе, где Флобер сидит над мадам Бавари. Отодвинув мучительную рукопись, он принимается за письмо. Я страшно зол и не знаю почему. Может быть, в этом повинен мой роман. Не идёт он, не движется. Я так измучен, будто ворочил камни. Временами мне хочется плакать. Здесь нужна воля сверхчеловеческая, а я всего-навсего человек. И двумя месяцами позже голова у меня идёт кругом от тоски, неудовлетворённости, усталости. Я просидел над рукописью битых четыре часа и не смог сложить ни одной фразы. Сегодня не написал ни одной порядочной строчки, зато наморал сотню дрянных. Ужасная работа, какая мука! О, искусство, искусство, что же это за чудовищная химера, выедающая нам сердце, и ради чего? Чистое безумие обрекать себя на такие страдания. А вот картина во всей её развернутости. Третьего дня лёг я в пятом часу утра, встал около трёх. С понедельника отложил все остальные работы и целую неделю возился над моей Бавари, мучительно страдая от того, что работа не движется вперёд. Я добрался уже до бала, и начну его с будущего понедельника. Надеюсь, дело пойдёт лучше. Со времени нашей последней встречи переписал двадцать пять страниц начисто, и это за шесть недель. Я так долго переставлял, изменял, переделывал, что в настоящий момент уже не понимаю, хорошо получилось или плохо, но надеюсь всё же, что кое-как держится. Ты говоришь мне о своих разочарованиях? Посмотри лучше на мои. Иногда мне даже непонятно, как это руки не опустятся в изнеможение, не помешаются в голове. Веду мучительную жизнь, лишённую всех радостей, и меня поддерживает только моё бешеное упорство, временами оно плачет от бессилия, но не сдаётся. Я люблю мою работу любовью безумной и дикой, как аскет в лосенице раздирает мне тело. Часто ощущаю в себе такое бессилие, когда не могу найти ни одного нужного слова. Измарав много страниц, убеждаюсь, что не написал ни одной удавшейся фразы. Тогда падаю на оттаманку и лежу отупелый, погружённый в тоску. Ненавижу себя и обвиняю за безумство, заставляющее меня гнаться за химерами. Но вот проходит каких-нибудь четверть часа, и сердце начинает радостно биться. В прошлую среду мне пришлось подняться из-за письменного стола и поискать носовой платок. По лицу обильно текли слёзы. Я так расчувствовался, такое испытал наслаждение, пока писал. Меня умиляли и моя мысль, и фраза, которой эта мысль была выражена, и самый факт, что я нашёл для мысли столь счастливую словесную форму. Так, по крайней мере, мне представлялось. Но, может быть, здесь сказалось и расстройство нервов. Существует состояние восторга, настолько возвышенного порядка, что чисто эмоциональные элементы здесь ничего не значат. Этот восторг своей моральной красотой превосходит самая добродетель. Иногда мне бывает дано в мои погожие дни достигать такого состояния духа. Блеск восторга пронизывает меня от макушки до кончиков пальцев, душа воспаряет над жизнью настолько высоко, что и слава перестает для нее что-нибудь значить, и даже само счастье представляется излишним. Оба эти голоса из Воклюза и Круассе принадлежат писателям, которые благодаря материальной обеспеченности были полновластными хозяевами своего времени, и никакое принуждение извне к работе их не приковывало. Они приняли ее на себя добровольно, обуреваемые жаждой совершенства. Для одного это значило достичь вершин культуры своего века, для другого создать новую прозу. Оба служили своим целям, отказавшись от всего, что люди считают наслаждениями жизни. Так работали не только они одни. Лейбниц мог почти по трое суток не вставать из-за стола. Реймонд, заканчивая первый том мужиков «Свадьба Барины», работал без перерыва три дня и три ночи и даже расхворался. Гете, оглядываясь на прожитую жизнь, представляющуюся нам такой счастливой и безоблачной, признавался к Керману, что обнаруживает в ней не более нескольких недель, отданных отдыху и развлечениям, все остальное работа, труд. Кто не слышал об одержимых ночах Бальзак? Как складывался день Крашевского, как должен был складываться, чтобы этот человек смог на протяжении пятидесяти лет написать пятьсот произведений, собирать и издавать исторические материалы, вести гигантскую переписку, редактировать журналы? А что из своей жизни мог отдать жизни Лопе де Вега, если его творческое наследие исчисляется двумя тысячами пьес? Но, с другой стороны, пусть нас не вводит в заблуждение малое количество книг, оставленных иным писателем. Иногда необходимо в несколько раз умножить эти книги, чтобы получить полный баланс вложенного в них труда, отданного наброскам, переделкам, выброшенным и написанным заново частям. Вот, например, такая простая вещь. Авторы переписывают свои произведения иногда по нескольку раз. Сенкевич якобы переписывал заново всю страницу, если ему приходилось сделать на ней поправку. Писатели так поступают, чтобы высвободиться из хаоса черновиков. Бывает, доходят до того, что знают свое творение наизусть. Жюльен Бенда говорил мне, что каждую свою книжку он переписывал по шесть раз. Страшное расточительство времени. Но плохую услугу оказал бы писателем тот, кто вздумал бы их здесь склонять к экономии. Впрочем, сомневаюсь, что бы их удалось уговорить. Капитал творчества не умножается скупостью. Писатель свободно распоряжается своим временем, покоем, личным счастьем. Уверяю вас, пишет Ромен Рулан, что каждый том Кристофа принес мне много седых волос, или, вернее, стряхнул их с моей головы. Все кризисы, через которые проходил мой герой, потрясали также и меня, пожалуй, даже сильнее, потому что у меня не такой крепкий организм. Рамон Фернандес рассказывает, что как-то среди ночи, во время налета немецких готов, к нему вбежал Пруст и спросил, как правильно произносятся по-итальянски «сенса риджоры» без строгости. Он только что употребил этот оборот в одной фразе, но не уверен, гармонирует ли звуковой оттенок итальянских слов с ритмом всей фразы. Ради двух слов он не только прервал работу, но такой хрупкий и слабый прошел половину Парижа, не думая об опасности. Редко кто, читая без должного внимания поэму словацкого «Беневский» задерживается над скорбными строчками этой догорающей человеческой свечи. «Поверьте, на ложь и обман мое вето, в стихах выражаю я твердо и четко, и это важнее больному поэту, чем драться за жизнь с беспощадной чахоткой». Признания писателей о часах творчества, как правило, печальны. Будто слышатся грохот битвы, стоны раненых и умирающих, а затем наступает глухое молчание, поражение. Нет, это забыли протрубить победу. Часы творчества приносят мгновение пронизывающей радость, когда глава, абзац или хотя бы единственная фраза закончена, удалась и, наконец, можно вздохнуть освежающим вздохом удовлетворения. Долгая и упорная работа сосредоточилась в моменте напряженного усилия. Все воображение, вся власть над словом, способность связывать слова между собою соединились и дали вырваться из мглы, из темной глухой ночи, которая где-то там наверху порабощала мысль. Душа писателя извивалась спиралью, все более закрученной, болезненной, казалось, что она вот-вот рухнет, пораженная в своей победной гордыне, как Беллерофон. И вдруг вместо этого мрак рассеивается, а на очищенном горизонте появляется как чудо светлый, выразительный, ощутимый образ, эпизод или фрагмент работы, завершенный и принятый с заслуженным восхищением. Это радость покорителей горных вершин, где наслаждение напряженными мускулами равно наслаждению взятия вершины. Эйфория, если она неизменно сопутствует процессу творчества, не вызывает у меня доверия. Вот отрывок из литературных воспоминаний Вейсенгофа. И я привожу его здесь, как рассказ о наслаждении, какое вызывает у пишущего самый акт писания. Но не скрою, что стиль этого признания будет во мне кое-какие сомнения, например, нить, устремляющаяся к цели. Вот что пишет Вейсенгоф. К самым прекрасным наслаждениям, какие мне приходилось в жизни испытывать, я отношу радость удающегося литературного творчества. Соболь и Панна, когда любимая тема как бы сама находит подходящую для себя словесную форму, когда рой слов и выражений, стилистических приемов является к тебе как по команде и остается только выбирать самые удачные, самые благодарные и прясть из них нить букв, устремляющуюся к поставленной цели. Тогда хотя бы на мгновение возникает чувство, что ты прикоснулся к совершенству, а это состояние духа благородное и великолепное нечто вроде экстаза, оно сдавливает горло и выжимает слезы из глаз. «Если сожаления, нарекания, жалобы писателей приходится слышать реже, чем можно было бы ожидать, то это потому, что многие воздерживались от признаний, и только иногда неосторожное слово выдает тайны их огорчений. Писатели молчат из гордости или застенчивости или по другим причинам. В эпохе, когда поэта обязывало вдохновение, они предпочитали молчать о тайнах своего творчества. Но по темпераменту этих молчальников, по обстоятельствам их жизни, по характеру творчества, по рукописям, черновикам, по смертным бумагам можно получить ясное представление о бурях, бушевавших под маской сдержанности и спокойствия. Разумеется, метание, каждодневная борьба, одурь от часов работы — все это отнюдь необязательное правило. И не всегда даже очень плодовитый писатель является каторжником пера. Герберт Спенсер никогда не работал больше двух часов в день. Арнольд Беннет назначал себе столь столь скромную меру времени и никогда ее не приступал. Вставал из-за рабочего стола, даже не дописав начатые фразы. Жорж Санд ежедневно писала до одиннадцати часов вечера, и если в половине одиннадцатого она заканчивала роман, то тут же брала чистый лист бумаги и начинала новый. Писала свои романы словно штопала чулки. Легко себе представить, как на это смотрел Мюссе, когда его перестала ослеплять любовь, Мюссе, убегавший прочь при виде пера от страха и ненависти. Дисциплина труда всегда была для писателя благословением. Сколько сил сохраняется, если в определенные часы садишься за рабочий стол? Безразлично, происходит ли это ранним утром, как у Поля Валерии, просыпавшегося в четыре часа, и Ламартина, встававшего в пятом, или же после обеда, вечером, пусть даже ночью, столь излюбленной многими писателями, чьи нервы только к ночи получали разрядку. Было бы ошибкой считать, что это только наше время приучило писателей работать по ночам. Ночные бдения, как рефрен, повторяются в жизни очень многих писателей. Аристотель мог бы быть патроном этих ученых, сов, а Платон, свежий как роза, покровителем тех, кто творил днем. Бюффон, Геоте, Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Бодлер, Флобер усаживались за работу с пунктуальностью чиновников, а если перечислять всех, кто имел обыкновение поступать подобный им, то в списке оказалось бы большинство известных писателей. геоте. Но почти никто из них с этого не начинал. Дисциплина труда вырабатывается постепенно и окончательно закрепляется в период зрелости писателя, когда он успевает убедиться, что шедевры возникают не по милости счастливого случая, а благодаря терпению и упорству. Каждое выдающееся произведение литературы замыкает с собой длинную цепь преодоленных трудностей. Но что же однако делать, если в назначенный для творчества час не приходит ни одна мысль, если нет ни сил, ни желания работать? «Сидеть», отвечает Метерлинг, и он неизменно отсиживал за письменным столом свои три утренних часа, пусть даже не делая ничего, только покуривая трубку. «А я», мог бы про себя сказать Теофиль Готье, «сажусь, беру лист чистой бумаги и набрасываю на нее первую фразу. Во фразах моих я уверен, каждая из них как кошка упадет на все четыре лапы, а вслед за первой пойдут и другие». Встречаются особые писательские темпераменты, порывистые и эйфоричные, из них слова бьют резвым и веселым родником. К сожалению, и у них этот творческий праздник оказывается омраченным, когда они холодно и рассудочно перечитают рукопись, а если после этого их веселость не потускнеет в конце концов, им придется за некритичные отношения к своей работе, а расплатиться добрым именем. Не следует думать, будто писатели, работающие в определенное время суток, придерживаются расписания на манер чиновника, который, взглянув на часы, захлопывает окошко, не выслушивает больше тех, кто к нему еще рвется, и перестает думать о делах, пряча их в ящик стола, вместе с пресс-папье и нарукавниками. Не бывает в сутках такого часа, когда бы даже самый легкомысленный писатель отказался принять своих клиентов, слова, образы, персонажей. Не может быть и речи о том, чтобы он оторвался от работ, когда она идет успешно, или когда предстоит преодолеть препятствие, избегать его было бы малодушием. Писатель встает из-за стола и снова за него садится, откладывает все иные занятия, запирается дома, ищет одиночество, гасит свет и вновь его зажигает, не спит, просыпается среди ночи, встает до рассвета, готов нарушить весь свой безупречный порядок, чтобы восстановить его завтра, после того, как кризис минует. Бывает так, бывает эдак, не в том суть. Методов работы столько, сколько есть на свете писателей, и трудно найти двух работающих совершенно одинаково, разве что среди безнадежных бездарностей единственное, что имеет значение, это сама работа, творческое усилие, о чем читатель, беря в руки готовую книгу, обычно и не думает. Плохо, что об этом не думают и многие молодые, решившие посвятить себя литературному творчеству. Им представляется, будто оно увито одними розами и соткано из голубых мгновений. Разочарование не замедлит наступить. Оно принуждает слабых сдаться, а сильных принять розы вместе с шипами. Молодой Мопо-Сан подсмотрел однажды Флобера за работой, и это зрелище явилось для него поучительным уроком. Он видел лицо, багровое от притока крови, видел мрачный взгляд, устремленный на рукопись. Казалось, этот напряженный взгляд перебирает слова и фразы с настороженностью охотника, притаившегося в засаде, задерживаясь на каждой букве, будто исследуя ее форму, ее очертания. Затем видел, как рука берется за перо и начинает писать. Очень медленно. Флобер то и дело останавливался, зачеркивал, вписывал, вновь зачеркивал и вновь вписывал сверху, сбоку, поперек. Сопел, как дровосек. Щеки набрякли, на висках вздулись жилы, вытянулась шея, чувствовалось, что мускулатура всего тела напряжена. Старый лев вел отчаянную борьбу с мыслью и словом. Описанное здесь зрелище относится уже не к психологии, а к физиологии творчества. Под таким названием можно было бы написать обширный и очень интересный трактат, но он не вместился бы в рамки нашей книги. Тем не менее, нельзя в ней совершенно умолчать о явлениях, имеющих бесспорно иногда решающее влияние на творческий процесс. Физические недомогания, точно так же, как превосходное здоровье, не только снижают или усиливают работоспособность, но они предопределяют и темперамент писателя, его склонности, сферу и оттенки понятий, какими он оперирует. Иногда физическое состояние предрешает как концепцию произведения в целом, так и звучание и смысл отдельной главы, страницы, не говоря уже о фразах, образах, метафорах, зависящих и в весьма ощутимой степени от таких прозаических функций нашего организма. А это писатели очень неохотно признают. Но в письмах, в интимных высказываниях они иногда этой зависимости не замалчивают. И там можно найти рассказы об очень необычных примерах торможения или оживления творческой деятельности под воздействием таких факторов, как холод и тепло, голод, удовольствие. А наряду с жалобами на губительные действия болезни можно, что несколько неожиданно, встретить подчас похвалы этим самым болезням. Люди говорят, я болен. Но вот вопрос, не в болезненных ли состояниях таится высшая разумность, пленяющая прозрачностью и глубиной, не расцветает ли она как раз из того, что называют болезнью мысли, крепнущей и утончающейся за счет остальных психических функций. Это говорит один из персонажей новеллы Элеонора Эдгара Аллана По. Ее автор в румяной, пышущей здоровьем Америке первой половины XIX века ценил в себе хрупкость орхидеи. Подобным же образом Чехов в рассказе «Черный монах» показал духовное превосходство физически слабого человека и, конечно, писал он это, имея в виду себя, потому что был болен чахоткой. По хвалу болезни провозглашал и немецкий романтик Но Валис. Наука не один раз с удовольствием занималась болезнями писателей эпилепсией Флобера и Достоевского, чахоткой Словацкого, агорофобией Пруса, сифилисом Воспианского, ища в недугах ключ к пониманию их творчества. И даже у тех, кого мы привыкли считать здоровыми, исследователи старались выискать какую-нибудь патологическую черту. В свое время наделала много шума книга Кречмера, где автор на гениальных людей навешивал этикетки, ставившие под сомнение их умственное здоровье. Если действительно, как предвидит современная медицина, в недалеком будущем каждую болезнь можно будет вылечить в несколько дней, то человеческий гений или совсем исчезнет с лица земли, или ему придется перекочевать в людей, уравновешенных, отличающихся отменным здоровьем. Писатель в повседневной жизни плохо умеет сохранять душевное равновесие. Пребывание среди вымыслов, химер и призраков окутывает для него туманом действительность. Однажды Бальзак обратился к сестре со следующими словами. «Знаешь, на ком женится Феликс де ван Денес?» на мадемуазель де Гранвиль. Весьма выгодный для него брак, потому что семейство Гранвиль очень богатое, несмотря на большие расходы, в которые их втянула мадемуазель де Бальфей. Всякий, кто услышал бы такой разговор, мог поклясться, что речь идет о друзьях, знакомых или соседях, а между тем все это были персонажи из романа, который Бальзак тогда писал. Вот истинный поэт. Для него мир вымысла равно реален тому, что принято называть реальностью, и что философы вот уже несколько тысячелетий тщетно стараются постигнуть. Правильнее было бы сказать «более реальный», если иметь в виду Бальзака. Однажды он нетерпеливо слушал друга, рассказывавшего о болезни кого-то из своих домашних. В конце концов, не выдержал и прервал его словами. Ну, хорошо, вернемся, однако, к действительности. Поговорим об Евгении Гранде. Евгения Гранде, героиня его романа, была для него реальнее, нежели люди, с которыми он общался в жизни. Подобные анекдоты придают известную прелесть биографиям писателей. Но в жизни они были обязаны своим возникновением чертам характера, действовавшим на окружающих отталкивающе и вызывавшим неприязнь. Вообще, наверное, не существовало писателей свободных от странностей и чудачеств, что не представляло бы собой какого-то исключения в человеческом роде, поскольку каждый человек может быть немножко чудаком, но писатели отличаются тем, что придают своим странностям особое значение и очень обижаются, когда окружающие не принимают их с должным почтением и пониманием. Бальзак, работая по ночам, настолько нарушал порядок жизни близких ему людей, что один из его секретарей помешался. Кант не терпел около себя женатых. Его верный долголетний слуга Лампе лишился места, едва хозяин узнал, что он женился. Писатель может выразить и обычно выражает свои чудачества и капризы в чем угодно, в выборе дома и квартиры, в одежде, в способе питания, в жестах, в манере говорить. Блуза с широким откидным воротником и по сей день носит имя Словацкого. А тот унаследовал ее от Байрона. Последний же, быть может, переделал ее из жабо, знакомого нам по портретам Шекспира. Аполлинар носил серо-голубой жилет с металлическими пуговицами, уверяя, что это форма голландской ганзы, но не объяснял при этом, почему считает нужным носить эту форму. Пьер Лоти садился за письменный стол в восточном одеянии. Роберде Монтескью одевался в зависимости от того, с кем ему предстояло встретиться. Отправляясь к Гонкуру, любителю всего японского, надевал жилетку из японского шелка. Уайльд еще до того, как стать законодателем моды, ходил в коротких штанах, бархатном берете с лилией или подсолнечником в петлице. Так, по его мнению, должен был одеваться истинный поэт в серой повседневности викторианской эпохи. Некогда поэты действительно отличались манерой одеваться. В глубокой древности они носили на голове повязку. В средние века писателю можно было узнать почернильницы и пучку перьев у пояса. Что, однако, имело неудобство, поскольку могло означать и странствующего бакалавра, и уличного певца, строчившего для неграмотных письма и прошения. Когда-то трудно было представить себе поэта без длинных волос. Особенно старательно эту традицию поддерживали те, кому густая шевелюра возмещала отсутствие таланта. Длинноволосых поэтов можно было встретить во всех ночных кафе. Богема вовсе не изобретение XIX века. Многие поэты, пишет Гораций, не дают себе труда стричь ногти и брить бороду, ищут уединенных мест, избегают бань. Добавить к этому бутылку водки, здоровенную дубину, и получится портрет Зморского, представителя варшавской богемы. Фантастическая шляпа с широкими полями и пелерина украшали литераторов молодой Польши, и их эпигонов вихрь Первой мировой войны унес и шляпы, и пелерины. Молодая Польша, литературно-художественное течение в Польше на переломе XIX-XX веков. Сегодня богема стала уже легендой, пережитком, но фигуры ее настолько живописны, так дороги литературной жизни, что в недалеком будущем она непременно появится в каком-нибудь новом фантастическом головном уборе. Эти экстравагантности не обязательно бывают тщетной потугой на оригинальность. Человеку, живущему воображением, свойственна склонность воплощаться в образы, занимающие его фантазию. Поэтому вместо того, чтобы руководствоваться общепринятыми нормами, он поступает, как пишет, то есть сообразно со своей фантазией. Нередко это перерастает в вызывающее и упрямое пренебрежение к общественным нормам и правилам поведения, к моде, к языку, ко всем условностям дурным и хорошим. Так поступают не только представители богемы, но и их противники, аристократы от искусства, вроде Байрона или Уайльда. Они придают своей жизни определенный стиль, делают ее оригинальным и красочным вымыслом и противопоставляют его скучной серой действительности. В этот протест можно даже вдохнуть революционный дух. Таким духом был насыщен лозунг «Эпатировать буржуа» излюбленный девиз середины девятнадцатого века в эпоху торжества буржуазии. Готье, презирая сюртуки и котелки, ходил в черной бархатной куртке и в туфлях из золотистой кожи, ничем не прикрывая длинноволосой головы, но зато не расставался с зонтиком, который всегда, независимо от погоды, держал раскрытым. Как-то он заказал себе необыкновенного покроя жилет из пурпурного атласа, надел его всего лишь раз, отправляясь в театр, но упрямая легенда, поддерживаемая мещанами из провинции, с тех пор не представляла его иначе, как в пурпурном жилете, а молодые литераторы с жаром приветствовали жилет, как протест против мещанской заскорузлости. Вы, может быть, думаете, что все это дело поверхностное, внешнее, не имеющее ничего общего с работой творческой мысли? Жестоко ошибаетесь. Мы страстно любили алый цвет, говорит Готье, благородный цвет, цвет пурпура, крови, жизни, света, тепла. И под воздействием этого цвета он ощущал себя вызывающим и смелым человеком эпохи Ренессанса. Ганкуров увлекли яркие, искрящиеся краски. Писатель всегда фетишист. Он верит, что определенные предметы, цвета, звуки обладают особой силой. С годами его кабинет, весь дом, он сам превращается в коллекции фетишей, способных вызывать духов, заговаривать бури, рассеивать мглу. В музее и в описи попадает лишь малая часть таких фетишей. Большинство гибнет, не привлекших себе ничьего внимания. Как ненужный мусор выбрасываются на помойку самые неожиданные предметы. Ракушки, камешки, почерневшие от старости каштаны, рассыпающиеся от первого прикосновения веточки, ярмарочные картинки, железнодорожные билеты. Ученый-исследователь был бы очень удивлен, если бы узнал, какую необычную страницу, какое психологическое откровение, какой неожиданный поворот в развитии фабулы дали писателю эти ничем не примечательные мелочи. А в более широком плане, насколько он, исследователь, им обязан художественными мотивами, какие ему удалось угадать у писателя, чье творчество он так детально изучил и продумал. Крашевский обратил внимание на фетиши у Норвида и узнал об их назначении. Из своего альбома, рассказывает Крашевский, художник вынимает картинку и вставляет в раму, висящую напротив кровать. Эта картина — воспоминание о чем-то, чем он хочет теперь жить. Она висит в раме неделями, иногда и дольше, пока владельцу не заблагорассудится заменить ее. В других рамках засохшие листья — следы чьей-то жизни. Как много значит и цвет обоев, и картина на стене, и освещение. Гоффман работал в комнате, оклеенной черными обоями, а на лампу надевал то белый, то зеленый, то голубой абажур. Иногда писатель выбирает себе такое место для работы, где, казалось бы, все должно ему мешать. А он, однако, намеренно или неосознанно воспроизводит все эти неудобства в каждом новом своем жилище. Так птица свивает гнездо неизменно одним и тем же способом, как и все представители данного вида птиц. Причину искать бесполезно. Она скрыта в далеких, уже забытых периодах творческой жизни писателя, окутана столькими предрассудками, что писатель может оказаться неспособным к работе, если его вырвать из привычных условий, не имеющих как будто бы каких-либо преимуществ. Очень многое зависит еще и от пары суток и времен года. Для словацкого урожайной всегда была осень. Шиллеру весна одним своим дыханием воплощала все замыслы, над которыми он впустую просиживал зиму. Плиний-младший обретал силу при виде моря. Зрелище безграничного простора океана может статься ничего не подсказало бы Дюамелю, но как возбуждало оно творческую фантазию Виктора Дюго. Отдаленный звон колоколов и шум ветра, монотонный стук дождя и пустота снежного поля, трепет листьев молодой березки, распустившаяся на стебле цветок водяной лилии, запах шкатулки не открывавшийся много лет, вкус смоченного в кофе бисквита, каждое из этих повседневных явлений бывало для писателя огромным чарующим событием и сколько таких прошли незамеченными или находятся наготове, чтобы перед ним предстать. Мопассан задумывался над этим вопросом и писал «Редкой, а может быть и опасной особенностью человеческой натуры является повышенная и болезненная возбудимость эпидермы и всех органов, посредством которых мельчайшие физические ощущения получают возможность потрясать нас, а температура воздуха, запах земли, погода могут вызывать боль, печаль или радость. Не решаешься войти в театральную залу, потому что соприкосновение с толпой таинственным образом потрясает весь организм. Не решаешься войти в бальную залу, потому что веселое окружение пар возмущает своей банальностью. Чувствуешь себя мрачным, готовым расплакаться или беспричинно веселым, в зависимости от меблировки комнаты, от цвета обоев, от освещения. Иногда же испытываешь благодаря особой комбинации физических восприятий чувство такого острого удовольствия, какого никогда не испытать людям с крепкой нервной системой. Что это такое? Счастье или несчастье? Не знаю. Знаю только, что если нервная система не будет чувствительна до боли или до экстаза, оно ничего не сможет нам дать, кроме умеренных эмоциональных возбуждений и бесцветных впечатлений. Мопассан это писал, имея в виду и себя, и родственные натуры, страдающие сверхчувствительностью. Неподдающимся объяснению склонностям и антипатиям подвержен каждый художник. Несвободны от них и те, кто представляется нам монументальным по своему психическому здоровью и уравновешенности. Олимпиец Гёте не переносил запаха чеснока, людей в очках и собак. Он подал в отставку, когда по приказанию герцога на сцене театра, где Гёте был директором, появилась собака. Еще сильнее, чем антипатия и идиосинкразия, проявляются симпатии и влечения, причина которых точно так же оказывается таинственной. Отсюда непонятная привязанность к вещам, приобретающим иногда огромное и столь же загадочное значение. Писатель, убедившись, что данный пейзаж производит на него благотворное действие, будет к нему стремиться. Пейзаж станет для него необходимостью. Без него он будет страдать и тосковать и утешаться одними воспоминаниями. Иногда требуется очень много времени, чтобы преодолеть эту тоску, свыкнуться с отсутствием недостающего и обрести возможность спокойно работать. Способность освобождаться из-под тирании капризов свойственна писателям плодовитым, темпераментным, насыщенным творческой субстанцией, жаждущим созидания. Отсутствие же такой сопротивляемости, иногда совершенно рабская покорность, характерны для людей слабых, со скромным багажом мыслей, чувств, фантазии, которых никогда не посетит творческий экстаз. Это тепличные растения, требующие специального ухода, чтобы они могли зацвести. Пренебрегать ими не следует, потому что среди них, кроме эксцентрических пустышек, есть и такие, что дали литературе прекрасные произведения. В прежние эпохи примеры всяческого рода чудачеств, гримас писателей были редки. Писатели средневековья, почти все принадлежавшие к духовному сословию или монашеству, подчинялись дисциплине, свойственной этим группам. В древности, в эпоху Возрождения и позже, книги писали полководцы, политические деятели, представители знати. Все люди, живущие активной жизнью, и очень с ними схожие по активности придворные, люди света, которым было абсолютно несвойственно днями и ночами просиживать над рук писями, подстерегать нужное слово, оборот, метафору, на прогулке, за трапезой, в беседе и даже во сне. Профессиональные писатели, с конца XVIII века их число стало быстро возрастать, превратили художников слова в существа, настолько поглощенные своей работой, что им часто не хватает жизни на саму жизнь. Вот уже два года, как я не видел ни одной картины, не слышал ни одной музыкальной фразы, даже был лишен возможности отдохнуть за обыкновенной человеческой беседой. Честное слово, с горечью пишет Конрад в письме к Голлсорсе, жалуясь на свое отшельничество во время работы над романом. Когда организм от неустанных усилий ослабевает, приходится искать возбуждающих стимулов. Пока что еще не написано исследование, где были бы перечислены все возбуждающие средства, применявшиеся литераторами. Неизвестно, что показал бы статистический материал, приведенный в таком исследовании. Может быть, подтвердил бы трезвость большинства поэтов, а может быть, столь распространенное в широких кругах мнение, будто поэт не расстается с бутылкой. Кахановский писал не в шутку, а всерьез. Кто-нибудь знал, когда поэта трезвого? Такой ничего хорошего не написал. Кахановского на два тысячелетия опередил афинский комедиограф пятого века до нашей эры, Кротин, пьесой под названием «Бутылка», где он изобразил самого себя с законной женой по имени Камедия и любовницей по имени Мэте, что значит пьянство. Вино пенится в строфах египетских орфистов. Его жемчужный смех отзывается в вавилонских клинописях. Песнь песней насыщена сладким виноградным соком, а далеко на востоке Ли Тайбо, китайский селен, пьяный выпадает из лодки и пытается поймать отражение луны в водах Хуанхе. Сквозь века греческой поэзии движется дионисийское течение с веселой песенкой Анакриона, умершего по преданию восьмидесятилетним старцем, подавившись виноградом, с пурпуром вакханок Еврипида, с Аристофаном, у кого запах продымленного бурдюка смешиваются с утренней росой тончайшей лирики. Позднее Бахус проник в Рим, и вот Лукреций наполняет бронзовый кубок крепким и пенистым напитком, Гораций поднимает чару из кристально чистых стров, протягивает ее людям возрождение, приглашает к своему столу Ронсара, а с Кахановским встречается за расписным жбаном. В трактате о вине в жизни поэтов есть весьма затуманенные страницы о поэтах всех эпох. От Александрийской «И дождь, и ночь, и вино» пел один из них через руины магов, где великий поэт Хафиз, как отвар грехов вливал вино в свои газели через таверны Вийона, через мансарды Богемы, шедших к своей дикой славе. Вино дает полет, ясность мысли и ту особенную радость, которая творит гармонию, лад, приятность. Благодеяния вина в литературе велики, а вред им принесенный незначителен, потому что даже отчаянные пьяницы испытывали на себе благотворное действие его живительной силы. Не повезло с ним только одному незадачливому Эразму Роттердамскому, который, болея почками, втемяшил себе в голову, будто вино его вылечит. Стакан доброго вина, выпитый в час творчества, рассеивает мрак, воспламеняет воображение, окрыляет мысль, ключом начинают бить метафоры, развертываются широкие и далеко расходящееся разветвления самых неожиданных ассоциаций, примером тому Честертон, примером и Ромэн Ролан, в Бургундском вновь обретший юношеский пыл, заглушенный годами проповедничества и создавший пенное произведение Кола Брюньон. Анатоль Франц имел обыкновение, садясь за еженедельный фильеттон для газеты «Время» ставить на письменный стол графин с вином и прикладывался к нему во время работы, который не чувствовал особого расположения. Раз с ним вышел казус, он ошибся и вместо вина достал из буфета графин с коньяком. Перед тем, как обмакнуть перо в чернила, выпил стаканчик золотистой жидкости и пришел в отчаяние, что станет с фильеттоном, когда крепкий напиток начнет действовать. Но уже не было времени раздумывать над этим, начал писать, перо летало по страницам, будто его несло вихрем. Через час фильеттон был готов, его забрал мальчик посыльный из типографии, а Франц лег спать. На завтра в редакции ему сказали, что Эбрар, главный редактор, хочет его видеть. Стучась в дверь его кабинета, Франц был уверен, что выйдет оттуда уволенным, а вышел с повышением жалования. То была награда за пыл, с каким он написал фильеттон, и какого от него не ждали. Может быть, это единственный случай, когда коньяк имел возможность оказать литературе ценную услугу. Вообще же он наравне с водкой причинил много бед. Сколько талантов утонуло в рюмке! В школе Пшебышевского пьянство было заповедью, разумеется, сатаны, и дорогой к славе, отличным средством для снобов и графоманов создать себе положение в литературе литрами выпитой водки. Кто видел Пшебышевского в последние годы его жизни, эту жалкую фигуру, словно сошедшую со страниц романов Достоевского, трясущегося пьянчугу, слезливого, лезущего с признаниями, с поцелуями, бормочащего слова без связи? Кто читал «Царство скорби», написанное в тот печальный период его жизни, когда пришлось раскаиваться в попусту растраченных зрелых годах, книжку, поражающую нечистоплотностью и бессмыслицей, тот мог видеть яркую картину распада таланта, покатившегося по неверному пути. Алкоголики такого рода найдутся в литературе девятнадцатого века любой страны. Они были горем своей эпохи. От них шли нелепые идеи, фальшивые чувства, упадочные настроения, беспомощный стиль и оскудение языка. Только Верлен явился исключением. Верлен, хотя и отравленный абсентом, до конца сохранил искру высшего духа, которую он так непростительно не берег в себе. Кроме обычных пьяниц, в алкоголе ищут спасения и таланты или себя исчерпавшие или слабеющие, и он может сыграть для них роль стимула. Совершенно очевидно, что ничего значительного здесь не возникнет, все это лишь самообман и видимость, иллюзия творческой силы. К алкоголизму чаще всего тянет в периоды депрессии, во времена отчаяния, каким было начало сороковых годов, время варшавской богемы, или же в эпохи бесплодные и бессильные. Однако поэты, поместив в свой герб рюмку, пытаются превратить ее в таинственную чашу грааля. Шебышевский в моих современниках старается доказать, что алкоголизм сродни мистическому трепету. Варшавская богема облекала свое пьянство в жреческие одеяния. Это должно было быть чем-то вроде посвящения в таинство, наделяющее душу даром ясновидения. Таковы были поэты-богемы. Название это очень распространилось во второй половине девятнадцатого века и сделалось как бы титулом, указывающим на принадлежность к определенной общественной группе. Ничто так не прославляло поэта, как жизнь вне норм, подозрительное поведение, конфликты с полицией. Кто не имел счастья быть опашем, мог по крайней мере валяться в канавах. Месяц, проведенный в больнице или санатории, равнялся высокой награде. Бывают среди писателей и наркоманы, морфий, кокаин, опиум, пейотль сначала возбуждали их любопытство, потом становились необходимыми для подъема духа, экзальтации, создания поэтических видений, ослепительных красок и блеск. Хотя в список наркоманов внесены имена Будлера и Квинси, а нынче Олдос Хаксли выступает апостолом Мескалина, алкалоида Пейотля и видит в нем путь к новым видениям, к новым идеям и к новым горизонтам. Все же в этот отравленный потусторонний мир в первую очередь устремляются личности слабые, с путаницей в голове, с расшатанной нервной системой, с иссякшим воображением или же субъекты декадентского типа, живущие в твердой уверенности, что принадлежат к последнему поколению человечества. Немысливо представить себе среди наркоманов писателей вроде Софокла, Шекспира, Гёте. Такие натуры не захотят себя одурять ради приобретения фальшивых и краденых видений и состояний. Они никогда бы не пожертвовали полнотой и ясностью ума, ибо из него черпают все наилучшее. Действительность имеет для них такую ценность, такое очарование, что даже то, что им приходится из нее отдавать часам сна, кажется им обидной потерей. Трудно найти писателя без странностей и пристрастий. Во время работ, когда нужно внимание, свежесть мысли, памяти, все полезно, что может их подкрепить, Шиллер, работая, держал ноги в холодной воде, а Бальзак якобы иногда работал босиком, стоя на каменном полу. Байрон употреблял лауданум, Прус нюхал крепкие духи, Якобсен гиацинты, кто-то еще гнилые яблоки, Ипсон, кстати сказать, не пренебрегавший рюмкой, во время работы рвал ненужные бумаги и газеты, Руссо заставлял интенсивнее работать свою мысль, стоя на солнце с непокрытой головой, а Боссюэ достигал того же, сидя в холодной комнате, закутав голову в меха. Все эти приемы каждому подсказал собственный инстинкт, и, по мнению физиологов, все они вызывают сильнейший прилив крови к голове, что необходимо при творческой работе. Если это действительно так, то правильней всех поступал Мильтон, потому что диктовал, лежа на низкой софе, опустив голову почти до пола. Кофе открыли коптские монахи. В определенную пору им надлежало в течение сорока часов подряд читать молитвы, приходилось бороться со сном, и к их великому огорчению это им не всегда удавалось. Так продолжалось до тех пор, пока один из монахов не обратил внимания, что козы, объедавшие плоды неизвестного кустарника, проявляют необычайную резвость. Начали собирать эти ягоды, грызть их, поджаривать, в конце концов пить настоянный на них отвар. Это было кофе. Арабы смеются над этой легендой. Они считают родиной кофе Йемен. Поначалу кофе пришлось выдержать сильное гонение со стороны мусульманства, но вскоре к нему была проявлена терпимость, а еще позднее он обрел фанатических приверженцев. В Европу кофе попал довольно поздно. В турецком лагере под Веной некий кульчицкий солдат польского короля Яна Собесского нашел несколько мешков кофе и основал в Вене первую в Европе кофейню. До ныне там отмечается эта знаменательная дата. Однако в Польше кофе не пришелся по вкусу шляхть. Анджей Морштин, первый в польской литературе упомянувший о кофе, говорит о нем с отвращением. Я помню, на Мальте мы пили когда-то питье для пашей Мустафы и Мурата. По вкусу оно лишь турецкому люду, христианскую жалко марать им посуду. У нехристи кофе в почете и славе. А нам что за радость в подобной отраве? потребовалось сто лет, прежде чем вышла книга о турецкой амброзии, то есть описание правильного употребления турецкого кофе. И вот уже Чар Турызский пишет комедию под названием «Кофе» и уже действуют «Кофе Хаусы», а Иоганн Себастьян Бах слагает в честь «Кофе Кантату». Стоит прочесть, что писали о кофе люди XVIII века Вольтер, Дидро, Руссо, Мармонтель, Лессаж, Гримм, завсегдатые кафе Режанс, которые после них принимал у себя еще много поколений литераторов и существуют по сегодняшний день. Когда на столах писателей задымились первые чашки кофе, не хватало слов, чтобы выразить восторг перед изумительными качествами напитка. Кофе давал наслаждение, веселил, возбуждал дух, утолял боль. Позднее Мишле воспел великий и благодетельный переворот. Кофе прикончил трактиры, позорные трактиры, где в царствование Людовика XIV буйствовала молодежь среди винных бочек и уличных девок. С тех пор, как появился кофе, меньше раздавалось по ночам пьяных песен, меньше мужчин сваливалось в уличные канавы. Крепчайший кофе из Сан-Доминго, который пили Бюфон, Дидро, Руссо, придавал еще больше жару душам и без того горячим, и в этом темном напитке уже поблескивали огни восемьдесят девятого года. Этот же самый кофе поклонники французской революции пили во всей Европе. В Веймаре, в доме Шиллера, с благоговением хранят чашку, в которой жена поэта подавала чудесный дар Аравии счастливой. Бальзак творил лишь благодаря кофе, в его стиле чувствуется возбуждающее действие этого напитка. И про Бальзака было сказано «прожил пятьюдесятью тысячами чашек кофе и умер от пятидесяти тысяч чашек кофе». Сдается, что эти цифры несколько занижены. После двух веков пребывания в Европе, войдя в обиход, кофе кое-что утратил. От первоначальной громкой славы, но свои отменные качества сохранил. Даже вино не может с ним соперничать. Кофе не становится между нашей мыслью и действительностью, не нарушает механизма нашего воображения, не обманывает наших чувств. Он оставляет нам полную независимость, только усиливает выносливость при напряжении мысли, а мысль под его воздействием становится легкой, ее ничто не связывает, кофе рассеивает усталость, и все, что она с собой приносит, апатию, сомнения в своих силах, огорчения по поводу ожидаемых препятствий и трудностей, некоторые получают такую же помощь от чая. Чай привез в Европу в 1610 году корабль голландской Ост-Индской кампании, и на протяжении жизни одного поколения он завоевал почти весь европейский континент. Джозеф Адисон и Ричард Стиль позаботились о его славе в литературных кругах Англии. Чарльз Лэм боготворил чай, как настоящий китаец. В самом же Китае чай вошел в поэзию уже в восьмом веке, и с тех пор остался одним из чудеснейших источников поэтического вдохновения. В Китае и в Японии он являлся чем-то большим, нежели напиток. Он символ, вокруг которого создана традиция, установились обычаи, чаю приписывают влияние на эстетику и на этику. Поэт Лую составил трехтомную святую книгу чая. Полный кодекс заваривания и питья чая, где видны те же гармония и порядок, что царят и во Вселенной. Кофе и чай поделили между собой мир. Китай, Япония, Индия, Россия — это оплот чая, а на Западе верность ему сохранила лишь одна Англия. Кофе же господствует на Ближнем Востоке, во всей Западной Европе, в обеих Америках, в мусульманской части Азии, в Африке. Вот уже полтора века как табак сделался неизменным спутником писателя при его работе, что подало повод одному пуританскому критику в Англии выразить подозрение, не в этом ли кроется причина, почему постепенно исчезают гении. В его обвинении ожили проклятия, обрушивавшиеся на табак еще двести лет назад, а впервые прозвучавшие в конце шестнадцатого века, когда он только начал распространяться в Европе. Его предавали анафеме папы, проповедники, тем, кто сосет смрадное дьявольское зелье, грозили, что они и в аду будут коптиться в табачном дыму. указами королей и парламентов накладывались строгие запреты, устанавливались меры наказания, затяжка из трубки или заправка в ноздри понюшки табака могли человеку дорого обойтись. В особенности литературе не предвещала ничего путного заморская трава. «Ты подстать лихим заразам, ты людской туманишь разум, и бывают наваждения от заядлого курения», ругался самогон в поэме «Спор табака с самогоном», изданный в Кракове в 1636 году. А Зиморович даже из табачного дыма свил сравнение. Дыма табачного черные клубы схватят за горло страшней душегуба. Еще в 19 веке табак вызывал омерзение. Гете не терпел его в своем окружении. Бальзак раздражался против него и раздражался грозными речами. Как будто в этом не в малой степени бывал виноват и сам табак. Иногда он оказывался и впрямь непереносимым. Особенно разные местные табаки. Бог весть каких сортов и неумело обработанные вызывали суровое осуждение. А писатели заставляли курить эту дрянь своих персонажей, стоявших на самых низких ступенях общественной лестницы, отставных солдат, рассыльных, конюхов, что не мешало им самим вступать тем временем в сделки с контрабандистами. Мицкевич, привыкший к курению, уже не мог обходиться без чубука и умолял приятелей достать ему турецкого табаку. В то время как в круассе Гюстав Флобер наподобие Паши окутывал себя клубами дыма, куря трубку, Жорж Сант в Нуане поражало всю округу своей сигарой. Так эмансипированные женщины сделали из табака еще один символ своей независимости. С той же целью курила сигары и наша Жмеховская. А кто из писателей нюхал табак? Со стыдом признаюсь, не знаю. Может быть, поэты Станиславовской эпохи, поскольку король Станислав раздаривал направо и налево табакерки вроде той, что в пане Тадеуша унаследовал от отца под Каморий. А может быть, Александр Фредро, старый вояка Наполеона, у таких, как он, нюхательный табак был в почете. Наше время оставило уже далеко позади споры и пререкания о табаке. И нынче этот последний наполняет своим дымом рабочий кабинет почти каждого писателя. Трубка в зубах или сигарета с небрежным изяществом, зажатая между указательным и средним пальцами, принадлежат к излюбленным атрибутам в иконографии писателей, распространяемой посредством фотографий, карикатур, кинофильмов. У французов часто встречаются изображения писателей с половиной сигареты в уголке рта и ленточкой дыма, заставляющей прищуривать глаза, отчего лицо складывается в гримасу, иногда ироническую, иногда скорбную. Так любят сниматься заядлые курильщики. О некоторых из них ходят легенды, как, например, о поле валерии, пугавшем своих слуг густыми клубами дыма, выплывающими из-под дверей его кабинета, или о Леоне поле фарге, которого никто никогда не видел без сигарет. В царстве табака две великие династии борются между собой за первенство. Табак турецкий и вержинский. Последний покорил англосаксов, а первый европейский континент и побережье Средиземного моря. Только французы, вопреки всякой очевидности, расхваливают свой черный табак и ничего не признают, кроме своих капоралей. Куртелин, заинтересовавшись юмором англичан, преодолел присущее ему отвращение к путешествиям и отправился в Лондон, собираясь пробыть там месяц. Выехал он рано утром, а вечером уже сидел в своем кафе за партией в домино. Ужасный город, объяснял он свое скорое возвращение удивленным друзьям. Представьте себе, там нельзя достать капораля. Так, Куртелину не пришлось познакомиться с английским юмором и освежить им свои комедии. Табак сделался одним из самых могущественных демонов в жизни писателя. Кто раз ему поддался, уже не сможет и одной фразы написать, если не затянется дымом, если нет под рукой табака и спичек. И как каждый демон, табак действует таинственно, умеет хорошо властвовать в наших мыслях. Никто не станет отрицать, что именно в голубых завитках табачного дыма приходили к нему желанные слова, которых он тщетно дожидался в суровой чистоте легких и воздуха. Однако сильнейшим наркотикам останутся все же увлекательная тема, кипящая мысль, распаленное воображение, состояние наивысшего творческого подъема, когда кажется, будто выходишь из подземелья на ослепительно яркий свет, сотканный из одних неожиданностей и в то же время такой знакомый, будто был приготовлен давным-давно специально для нас и только дожидался, чтобы предстать пред нами во всем своем великолепии. Слово Великая тайна Все религии считали способность речи во всем потенциальном богатстве звуков форм правил даром Божьим, получаемым человеком вместе с жизнью. Народы оспаривали друг у друга право считать себя наследниками первой человеческой речи. Каждый приводил свои доводы, иногда прибегая к очень наивным. Об одном из них рассказывает Геродот в повествовании о детях, выросших вдали от людей. Еврейский язык на протяжении многих веков, злоупотребляя авторитетом книг Моисея, навязал всем остальным народам убеждение, будто именно на нем были произнесены первые слова присотворения мира и что на нем нарек первый человек все сущее. А имя, данное Адамом каждой твари, есть ее правильное имя. Мы уже давно смотрим на любое явление, лишь беря его в развитии. Сотни гипотез, наивных и глубокомысленных, а последние со временем тоже оказывались наивными, старались выяснить тайну происхождения языка. Допускалось, что это производная инстинкта, что речь могла возникнуть из подражания звукам природы, могла появиться из междометий или ономотопеи. Тщетно искать указаний в безмолвном мраке, скупо озаряемом эолитами, камнями зари человечества, первыми следами работы человеческих рук. Исследователи с напряженным, мучительным вниманием склоняются над черепом ископаемого человека, выискивая места, где мог бы помещаться центр речи, и над челюстями, из которых вышли первые звуки. Как они звучали? На это ответа нет. Может быть, как первые звуки младенца, какими он откликается на окружающий мир, может быть отдельными гласными, идущими от простых реакций, какие нам известны сейчас, когда человек подражает голосам животных, шуму природы, повторяя самые древние движения гортани, языка и губ, неустанно совершенствующих речь. Меня трогает, потому что я и сам это разделяю, нетерпеливость писателей, которых воображение переносят в девственный мир раннего каменного века. Не будучи в состоянии дождаться открытий науки, они сами осторожно и благоговейно пытаются сотворить до сих пор неотгаданные звуки первой человеческой речи. Но зато во мне ничего не вызывают, кроме презрения, убогие выдумщики, подающие целые слова и даже фразы, ссылаясь на эзотерическую традицию, презираю их за то, что своим шутовством они нарушают торжественную тишину над колыбелью слова. Некоторые исследователи стараются вырвать хотя бы малую частицу из этих тайн и преподносят нам со многими оговорками и остережениями несколько слогов из эпохи каменного века. К числу таких слогов относятся хам или кам, корень, обозначающий понятие камень. Если так оно и есть, то данный корень является самым благородным из драгоценных камней нашей речи. Ступая по темным тротуарам свентокшисских каменок, мы как бы слышим его звучание в такт нашим шагам. Но и этот слог, если верить психологам речи, относился к более позднему периоду, когда словами уже обозначались предметы. Первоначально же слово отбивало лишь ритмы голода, страха, наслаждения. Мне думается, что открытие нескольких десятков химических элементов, из которых состоит Вселенная, дает основание предполагать, что столь же малого количества звуков хватило на создание Вселенной слова. Увы, у нас нет возможности разложить элементы этой звуковой материи, как то было сделано в отношении сложных веществ, разложить каждое слово, каждую форму, никакому Менделееву таблица таких элементов не составить. Число языков очень велико, как показала современная наука, значительно больше, нежели могло сниться тем, кто некогда задумывался над падением Вавилонской башни. Языки наполнены устрашающими, зловещими звуками. Вместо слов в них иногда слышатся ворчание, хрюканье, чмоканье, а когда по радио раздается аномитский язык, то кажется, будто в ящике заговорили куклы и игрушки. Можно было бы предположить, что все звуки, какие только способен произвести оркестр гортани, языка, неба, зубов и губ, включая и всяческие придыхания, на какие только способна человеческое горло, что все это уже использовано без остатка. Это глубокое заблуждение. Фонетический строй человеческой речи в принципе один, несмотря на все кажущиеся различия. Только Геродот мог утверждать, будто бы язык пещерных эфиопов похож на щебет летучих мышей. Кому интересно приходилось слышать, как щебечут летучие мышь. Ни один человеческий язык не в состоянии обойтись без двух элементов, согласных и гласных. Ни одному племени не удалось сотворить язык, состоящий исключительно из одних только согласных, а некоторые даже отказались от большого их количества. Полякам требуются две дюжины согласных, кому-то другому хватает половины этого количества, и существуют языки, где число согласных доведено до семи, но они от этого не стали убогими и менее гармоничными. Декарт принял бы последнее утверждение с недоверием. Убежденный, что разум есть вещь, наиболее равномерно распределенная среди всего человеческого рода, он счел бы такие языки или выдумкой, или забавой безответственных за свои поступки существ. Но если даже согласиться с Декартом, что якобы разум является гражданином всех стран, народов и рас, не следует впадать в ошибку и думать, что точно так же повсюду имеет силу и обязывает та логика, которой нас позаботились снабдить Платон и Аристотель. Можно иначе мыслить, а также можно иначе говорить, если не знаешь правил флексии и синтаксиса нашего языка. А мы со своей грамматикой оказываемся среди языков мира в меньшинстве, потому что существуют языки, где отсутствуют роды, потежи, числа, глагольные времена и виды, где даже не проводятся различия между существительным и глаголом. С другой же стороны, есть языки, проводящие неизвестные нам различия между родами, одушевленным и неодушевленным, или, как в языке Масаи, живущих в Африке, существует один род для обозначения большого и могучего, и другой для малого и слабого. И как знать, может быть, это логичнее нашего среднего рода, такого привередливого и капризного. Индейцы, если бы они занимались языкознанием, имели бы право упрекнуть индоевропейские языки в отсутствии точности. Нам достаточно форма «мы». У них же имеются специальные личные местоимения для таких комбинаций, как «я и ты», «я и вы», «я и вы двое», «я и он», «я и они», «мы двое и ты» и так далее. Простую фразу «человек убил зайца» индейц из племени Понка развертывает в красочное повествование «человек, он один живой, стоящий, убил намеренно, выпустив стрелу зайца, его, одного, живого, сидящего». Этого требует сама их грамматика, а странное определение «стоящий» и «сидящий» это не что иное, как наше подлежащее и прямое дополнение именительный и винительный. Кое-где сохранилось еще полностью или частично двойственное число – дуалис. Его наши учителя греческого языка, кто был полиберальнее, позволяли опускать. «Трудно додуматься, какой практической необходимости отвечало это число». Некий лингвист очень им возмущался и утверждал, что гораздо полезнее для нас оказалось бы число, различающее понятие части и целого, но тут уж ничего не поделаешь. Язык позволяет себя упрощать, как, например, английский, потерявший с течением веков большую часть своих грамматических форм, но язык нельзя обогатить введением в него нового спряжения или нового падежа. То было привилегией времен незапамятных, когда можно было сотворять все богов, религии, обычаи, а также и законы языка. В словах, в грамматических формах, в синтаксисе запечатлевает свой образ душа данного народа. Как следы на окаменевших песках от волн, давно не существующих морей, закреплены в нем стремления, склонности, неприязни, верования, предрассудки, первобытные знания о мире и человеке. Именно в ту мифотворческую эпоху были приданы мужской и женский род небу, звездам, земле, рекам, неодушевленным предметам, и принципы, которыми руководствовались те, кто производил родовое различие, теперь также невозможно разгадать, как и происхождение слова. Ничто так не изумляло греков, как то, что у египтян небо было женщиной, а земля мужчиной. Одновременно в длинных и трудных переселениях, нашествиях и завоеваниях языки принимали в себя чуждые элементы. В иных условиях менялись обычаи, сказывалось воздействие климата, качество почвы, форма быта. Особенности речи, ударения, придыхания зависели от смешения разных этнических групп. Целые народы, целые культуры переставали существовать, оставляя после себя лишь горстку слов. Гиацинт и мята сохранили верность своим первым садоводам из эгейской эпохи, которые их так назвали. С самого начала слово было орудием человеческой деятельности и в то же время чем-то таинственным, требующим пиетета и осторожности. Всегда существовали слова священные и проклятия, которых нельзя было произносить. Существовали запреты для определенных общественных групп, профессий. У карибов соблюдение святости слова зашло так далеко, что по-карибски могут говорить только мужчины, а женщины пользуются другим языком — аравакским. Магическая сила слова заключается в его способности вызывать представления, образы. Оно невидимый представитель вещей, воспринимаемых пятью чувствами. По его заклинанию появляются люди, предметы далекие или не существующие вовсе, а близкие и присутствующие делаются по-настоящему реальными, лишь будучи названными. Адам только тогда стал властелином мира, доверенного ему Богом, когда каждую вещь обозначил особым названием. Будь то растение, насекомое или птица, но пока мы не узнаем, как оно называется, это всего лишь неопределенная частица мира растений, насекомых, птиц. Только в убогом и легкомысленном жаргоне современных мещан неопределенное «это» выручает от незнания предметов. Только такие люди умеют жить среди вещей без названий и спокойно смотреть на дерево, куст или злаки. Народ не терпит предметов, оторванных от действительности, поэтому непроизвольно он живет не среди деревьев, а среди дубов, буков, берез, а злаки должны быть или рожью, или пшеницей. Плуг состоит из нескольких частей, и название каждой звучит как имя доброго демона. Нам ничего не известно об истоках человеческой речи. Неизвестно когда и как из возгласов в аффекте, из подражания голосам животных и птиц, из слогов, как-то объясняющих частицы действительности, возник язык, и в устах шаманов, гадателей, племенных вождей, мудрецов, начал преодолевать свою беспомощность, и неизвестно когда окрылила его первая пропетая песня. Когда же мы с удивлением разглядываем наскальную живопись палеолита, где искусные художники во мраке едва освещенном факелами набрасывали на стенах изображения мамонтов и буйволов, когда мы вдумываемся в расположение и устройство этих пещер, обнаруживаем их сходство с замкнутыми святилищами, мы не можем не вспомнить о слове, не можем не допустить, что все, что здесь происходило, каким-то образом должно было быть связано со словом. Нет сомнения, эти пещеры слышали заклятия, призывы, молитвы и песни. Но есть и другие рисунки из той же эпохи, и на них видны человеческие фигуры, запечатленные в движении, в жесте, в позе, нередко забавные, и они тоже не могли быть созданы существами немыми или способными только на бессмысленное бормотание. Начало магии слова творящей образы таится где-то здесь. Искусство воспроизведения собственных переживаний, способность вызывать у слушателей чувства ужаса, слезы или смех проявлялись в рассказах о разного рода приключениях на войне и на охоте, о снах и призраках. Слову сопутствовали жесты, движение всего тела, пантомима возмещала недостаточность слов и фраз, бывало, что жар души, распаленный собственным порывом и восхищением слушателей, приводил к созданию новых форм или к слиянию старых в еще небывалые ослепительные сочетания. В греческой мифологии, благодаря одному из чудес фантазии, каких там много, матерью мус оказывается мнемозина, память. Память — великая, созидательная сила, и человеку, обреченному жить в текучести мгновенных и неповторимых явлений, она дается при рождении. Рука, хватающаяся за кремень, чтобы вырезать им на стене контуры зверей, пальцы, красные от охры, заполняющие эти контуры цветом, копирующим жизнь, совершали поразительную вещь. Они наделяли бессмертием бессловесных друзей человека, животных, обреченных на вымирание. Первобытный человек, художник эпохи неолита, делал то же самое, что теперь делает его далекий потомок, художник слова, форм или красок, обеспечивающий существование тому, что обречено на исчезновение. Оба они служат памяти жизни. Посредством слова человек овладел пространством и временем. Слово выделяло предметы из хаоса явлений, давало им форму и окраску, приближало или отдаляло, измеряло. В нем запечатлены события, минуты, часы, годы, время, настоящее, прошедшее и будущее. Но само слово, мимолетный звук, едва произнесенное, оно тут же исчезало. И чтобы вернуть его вновь, надо было повторить. Если же человеческие уста молчали, ничто не могло вызвать его из небытия. Вне говорящего человека оно не существовало, а единственное пространство, какое оно могло преодолеть, находилось в границах слышимости человеческого голоса. За этими границами оно прозвучало бы как глаз вопиющего в пустыне. Переход от слова произносимого к слову писаному было новой эрой в истории человека. До того, как научиться удерживать слово, бесформенный и невидимый звук, люди научились удерживать вещи и явления в изображениях. Мистерия увековечивания приходящего и отражена в наскальной живописи. Но в тех пещерах происходила еще одна мистерия, и в ее тайны мы не посвящены. Мистерия увековечивания и выражения мысли, определенной идеи, религиозной или магической, придающей смысл, одухотворенность и сверхъестественную силу изображением на стенах. Легко догадаться, что существовали еще и иного рода рисунки, не сохранившиеся, потому что они были выполнены на таком непрочном материале, как лист, дерево, кость. Назначением этих рисунков было передать мысль на расстоянии. Скифы, повествует Геродот, прислали царю Дарью письмо с изображениями птицы, мыши, лягушки и пяти стрел, что означало, если персы не умеют летать, как птицы, прятаться в земле, как мыши, перепрыгивать через болот, как лягушки, то скифы перебьют их своими стрелами. Некоторые первобытные племена и до ныне применяют такого рода шарады для передачи сведений на расстоянии. Употребляют и другие средства для этой цели, шнур с узелками или палку с определенным числом зарубок. Все эти открытия и ухищрения, осуществлявшиеся в разных частях света и в разные эпохи, выражали упорное стремление создать что-то такое, что увековечивало бы мысль и делало понятным символы, в которых она выражена. Некоторые древнейшие очаги культуры, такие как Шумер, Египет, Эгея, Китай, создали собственную письменность, чему предшествовал длинный путь проб и опытов, ведшие от рисунка к рисунку. Действовали названные культуры независимо друг от друга или взаимно делились опытом, или же наконец научились от еще более древних народов, о которых пока нам ничего не известно. Такие вопросы волнуют исследователей, разжигают наше любопытство, и, быть может, не сегодня-завтра любопытство будет удовлетворено, ведь Земля еще не отдала нам всех своих тайн. Память Божественная мнемозина, стояло у колыбели всех иероглифов, систем знаков, выписываемых краской, рисуемых, вырезаемых, где изображались люди, животные, предметы, прославлялись боги и рассказывались истории. Изображение превращалось в идиограмму, то есть представляло не только саму вещь, но и связанные с ней понятия. звезда была звездой, но могла также обозначать и небо, и Бога, и даже прилагательные «высокий» или наречие «высоко». То же самое «нога». Она могла выражать глаголы «идти», «стоять», «бежать», «приносить». Этого было достаточно для словословящих надписей, для молитв, для заклинаний, и читались они примерно так, как человек средневековья читал резные украшения в своей церкви, используя знания, полученные по традиции с примесью собственной фантазии. Письмо никогда бы не стало тем, чем оно стало, если бы из-под сени пирамид, святилищ, пагод, священных пещер, не вышло бы на свет, если бы им не занялась сама жизнь. В ее энергичных руках иероглифы быстро утратили искусственную сложность и начали упрощаться. Отпадали разные части, оставался как бы остов, сохранявший то пару черточек, то кружок. Руки купцов, песцов, составлявших описи товаров или ведших какие-либо иные деловые записи, динамизировали торжественные и застывшие символы. На смену изображениям явились знаки, клинья, линии, и, перестав выражать понятия, начали обозначать звуки, превратились в буквы или слоги. Что за переворот? Звук бесформенный, не имеющий места в пространстве, невидимый, существующий во времени лишь в краткий миг звучания, оказался увековеченным навсегда и мог отзываться снова и снова всякий раз, когда с глиняной таблички или листа папируса его пробуждал к жизни чей-то умеющий читать взгляд. Это было величайшим событием в истории человеческой культуры. У народов, умственно созревших раньше других, оно произошло раньше, в то время как сотням иных пришлось этого дожидаться тысячелетия, как, например, индейцам, живущим в Канаде, которые издревле обладая великолепно развитым языком, в письменной форме, увидели его впервые только в 1841 году, когда миссионер Джеймс Эванс придумал для них очень остроумную систему слогового письма, применяемую и поныне. Слово окончательно подчинило себе время. В Триумфальном шествии оно вело за собой к неведомому будущему народы, королей, историю, самих богов, оно возвращало жизнь покойникам, от которых не осталось даже и горсти праха, наполняло нашу память именами людей, о которых никто не вспомнил бы через два-три года после их смерти и за две-три мили от их дома. Оно могло творить чудеса, заставляя кусок глины петь песню, словно в нем была заключена душа девушки, некогда бежавшей с этой песней на устах через поле пшеницы, с песнью, как сорванный на ходу цветок мака. Вот уже двести лет люди роются в земле, стараясь извлечь из нее обрывки человеческой речи. Сотни ученых посвящают целую жизнь прочтению и уразумению слов, рассказывающих о мире уже давно не существующем. Добиваются вещей невероятных, расшифровывают не только письменные памятники, но и воссоздают всю систему языка, на котором он написан, составляют словари и грамматики, какими он не обладал, когда был живым языком, слова, умершие и похороненные, рождаются вновь, складываясь в летописи, молитвы, поэмы, кодекса законов и в обыденную речь. Так заговорили глиняные таблички Вавилона, папирусы и стены Египта, отозвались голоса майя и ацтеков. Благодаря своим табличкам хетты вошли в историю, которой ничего о них не было известно, и в семью индоевропейских народов, где их никак не ждали. Совсем недавно нас ошеломили таблички из Пилоса, возвратившие нам звуки речи ахейцев, уже для Гомера бывшей легендой, и среди этих звуков возникли имена, о каких мы не смели и мечтать, Ахилла, Гектора. Некоторые еще терпеливо ждут своего часа, письменность Эгеи, язык этрусков, великая тайна заколдованных слов еще не раскрыта до конца. На свете много систем письма. Одни пишут слева направо, другие справа налево. Не знаю, сохранился ли где способ, известный нам по памятникам Древней Греции, письмо Бустрофедон, то есть в порядке, в каком движутся валы, вспахивая поле. Конец строки служат началом следующей. Где-то еще пишут сверху вниз, но как будто бы нигде снизу вверх. Арабское письмо напоминает рассыпанный, размельченный табак. В индийское вступаешь, как в гущу тоненьких веточек. Китайское легко принять за орнамент рожденной прихотливой фантазией художника. Польская письменность происходит от греческой, возникшей из финикийских знаков, но только римляне придали ей четкую и простую форму. В этих двух дюжинах знаков ищут звучание слова множества языков, совершенно между собой не схожих. Ни одному из них латинский алфавит не может в точности соответствовать, чтобы передать все звуки. Эти знаки связаны огромным числом условностей и конвенций, и им нужно учиться одновременно с изучением алфавита, чтобы выраженные с его помощью звуки прозвучали надлежащим образом. Это бывает возможно только до тех пор, пока данный язык жив. Как только от него останутся лишнимые буквы, его звучание становится игрушкой наших догадок и нашей собственной фонетики. Один и тот же стих Гомера в устах англичанина, француза, немца, поляка и даже современного грека прозвучит настолько по-разному, как будто бы он взят из совсем разных языков. И тем не менее зазвенели стрелы. Десятки веков слышим, как звенят стрелы в колчане быстро шагающего Аполлона и видим самого Бога, его нахмуренное чело. Вот оно, чудо-письма, запечатлеть навеки звук, образ, движение. Письмена вводят нас в историю языков. Правда, только в заключительные ее главы, оставляя незаполненными страницы огромного тома, по которым рыщут воображение и проницательность сравнительного языкознания. Сквозь мглу мы видим, как на протяжении бесчисленных веков слово вновь и вновь проходило через одни и те же или, во всяком случае, очень между собою схожие опыты и открытия. Они повторялись при каждом делении племен, при возникновении каждой новой семьи языков. Мы принадлежим к арийскому семейству. В том месте, где возник арийский проязык, как знать, может быть, оно находилось под небом нынешней Польши, в обнесенных оградами дворах, над которыми неистовствовала та же самая зима, что отзывается в санскритском хейма и в латинском хэмс, в хатах, над которыми поднимался тот же дым, что веет в санскритском тхумас и в латинском фумус, люди обменивались словами этого проязыка, который теперь нам так хочется воссоздать при каждом отвоеванном у прошлого звуке у нас радостно бьется сер-д-це, кар-диа у греков, кор-кордис у римлян, херц у немцев. То были зерна великого урожая. Из них выросли книги Ветт и Махабхарата и вся мудрость и поэзия Греции и Рима. Ничем не выделявшиеся из множества других, эти пра-слова звучали в повседневной жизни, служили в быту. Эти слова, пройдя сквозь бесчисленные изменения, стали материалом и для божественной комедии, и для Гамлета, и для Фауста, и для Пана Тадеуша. В каждой фразе, как кровяные шарики, кружатся их частицы. Кто путешествовал по этимологическому словарю польского языка Александра Брюкнера, на каждой странице встречал слова, принадлежащие к общеславянскому наследию. Принесенные из эпохи общности славянских племен, эпохи двадцати вековой давности, эти слова, иногда даже не изменившись в звучании, являются главным остовом нашего языка и составляют одну четверть слов нашей повседневной речи. С их помощью можно описать ландшафт, погоду, хозяйство, человеческое тело, деревья, травы, цветы, лесное зверье и птиц, пищу, орудия труда, все степени родства, человеческие взаимоотношения в общине и в племени, в период мира и во время войны, черты характера, общественные группы, законы, формы правления, наконец, они могут окрылить мысль несколькими дюжинами понятий, оторванных от реального мира, и оказаться в неприходящей сфере верований, где неизменно господствуют все те же извечные слова, как бог, дьявол, грех, вина, кара, рай, ад, чудо. Интересно, что от эпохи прославянской общности до нас дошли в неизменном состоянии словотворческие элементы, корни, приставки, суффиксы. С их помощью мы творим все новые и новые слова. Это строительный материал литературы, благородный и простой одновременно. Ни камень, ни дерево, ни металл, которыми пользуются архитекторы и скульпторы, ни краски, находящиеся в распоряжении живописцев, ни звуки, извлеченные из музыкальных инструментов, творческий материал музыкантов, ничто из перечисленного не может идти в сравнение с таинственным величием слова. Но вместе с тем слово является рабочим орудием и применяется для самых обыденных дел. Одни и те же слова могут сложиться в молитву и в разнузданную песенку. Ими можно обманывать и поносить. Они шляются по улицам, работают в поле, хлопочут на кухне. Литература всегда старалась освободиться от наиболее повседневных и низменных из них и сотворить свой собственный язык, благородный и возвышенный внутри общего языка. Во многих странах и во многие эпохи художники слова составляли особую касту с собственными обычаями и привилегиями. Они пользовались языком, отличным от разговорного, и поэтому языку надо было учиться. Именно в такой атмосфере возник санскрит, утонченный язык молитв и поэзии. Молитва и поэзия были явлениями одного и того же порядка, потому что поэт в каком-то смысле являлся и жрецом, и его творчество было связано с религией. Бывало оно связано и с магией, и тогда поэт превращался в чародея. Стихи обретали силу магических заклинаний. Стихи могут даже луну заставить с неба спуститься. Некоторые разновидности древнегреческой лирики навсегда сохранили в себе напоминание об их религиозном происхождении. Язык Гомера или язык Эпоса это особенный, очень удивительный сплав, и его не признало бы за свой разговорный язык ни одно из греческих племен. Созидательным элементом в языке Гомера является размер стиха дактиль. Он властвует в нем безраздельно. Распоряжается склонением и спряжением, синтаксисом и словарем, даже орфографией. В этом языке существительные и прилагательные меняют число и род соответственно требованиям капризных дактилических стихов. Один и тот же предмет может перебрасываться из множественного числа в единственное, перескакивать через все три рода, и в тот же пляс могут пускаться все грамматические времена и наклонения. Ничто так наглядно не подтверждает наличие давней поэтической традиции, из которой вырос Гомер, как именно вот эта дактилическая версификация, складывавшаяся в течение многих поколений. Задолго до того, как это подтвердили исследования позднейших филологов, чуткий Пико Делла Мерандула отгадал литургический характер Гомеровского стиха. Он намеревался написать «феология поэтика» и доказать в ней, что поэты являются теологами, поскольку точно так же пользуются языком символов. Такую теологию можно было бы написать и теперь, охватив в ней все эпохи поэзии. Выяснилось бы, насколько упорно поэзия держится древнейших традиций, в скольких святилищах и палладиумах говорят на таком особом языке, оценивают поэзию так своеобразно, пользуются ею для таких необычных понятий, что, кажется, здесь не хватает только древних поэтических каст и древнего способа проникновения в тайны искусства слова. Главным материалом для освященного языка служат старые слова и старые формы, отверженные жизнью. Это объясняется консервативным характером всякого культа, а также и инстинктивной симпатией в делах веры ко всему старому. Шумерский язык в Вавилоне, латинский в католической церкви, церковнославянский у православных, а бомшелый греческий у греческих ортодоксов в равной мере держатся религиозной традицией, как и особенной привлекательностью, присущей древним словам. До падения Рима молитвы читались на языке времен империи. Средневековые менестрели пели вечную песню, унаследованную от предыдущих поколений, и мы эту песню теперь понимаем лучше, чем они ее когда-то понимали. Ни одному англичанину не придет в голову модернизировать язык своего канонического перевода Библии. Стих псалма, переведенный на современный обиходный язык, прозвучал бы пародией на священный текст. То же происходило и с поэтическим языком. В некоторые эпохи он звучал непонятно и торжественно как литургия. Целиком с этой традицией он никогда не расставался. Книги народа польского и пилигримства польского Мицкевича, анхелли словацкого, будь то в оборотах, будь то в построении фраз, проникнуты библейским стилем, в котором находится тона, соответствующая их содержанию. Таких примеров можно привести множество. В настоящее время писатели применяют архаизацию стиля чаще всего для создания исторического колорита, но эмоциональная мощь старых слов и вышедших из употребления форм никогда не перестанет прельщать. Словарь архаизмов, введенных в моду писателями молодой Польши, архаизмов зачастую фальшивых, как все эти храмы, витязи, капища, сегодня может нас только смешить, но не подлежит сомнению, что и язык наших дней доставит потомкам не одну веселую минуту, потому что не бывало в жизни любого языка периода совершенно свободного от странностей и нелепостей. Сильно опасаюсь, что сейчас их даже стало больше. Литературный язык не должен быть ни мертвым, ни архаическим, ни искусственным, как язык Гомера, и тем не менее он резко отличается от языка разговорного. Не только орфография, пунктуация, но и сам синтаксис, употребление определенных наклонений, падежей, времен, порядка слов, вся освещенная система слова написанного отличает его от слова произносимого, потому что у последнего нет времени на исправление неточностей и ошибок. Какая огромная разница между фразой в разговоре и отрывком из диалога, пусть даже самого реалистического романа. Кроме того, язык литературный един, язык разговорный разнороден, в каждой околице говорят по-своему. Наречия, говор и диалекты одного и того же языка бывают так непохожи между собой, что подчас затрудняют или делают вообще невозможным взаимное понимание. Так обстоит, например, дело с диалектами итальянского и немецкого языков. Литература стремится выработать язык всем понятный и всюду принятый. Греки долго сопротивлялись этому, пользуясь несколькими литературными языками. Сафо и Алкей писали по-эолийски, Геродот по-ионийски, лирики часто прибегали к диалекту дорическому, наконец, Фукедит, Платон, Ксенофонд, великие трагики, великие комедиографы обеспечили превосходство речи оттической и из нее возник единый литературный язык, так называемая коэне. И в современной Греции имеются подобные же затруднения с литературным языком. Одни придерживаются чистого, традиционного языка, очень похожего на древнегреческий и очень далекого от современного разговорного, другие же борются за современный язык и утверждают его господство. Демотика в новейшей литературе одержала верх. В некоторых странах даже с такой большой литературой, как Норвегия, несколько диалектов все еще продолжают оспаривать первенство друг у друга. Если не ошибаюсь, в Индии до этого даже еще не дошло. Там литературная жизнь мирно распределена между такими непохожими друг на друга языками, как хинди, маратхи, орья, телугу, урду, да и древний санскрит еще держится. В определенный момент каждый народ оказывается перед необходимостью принять решение, которое из своих наречий сделать общим литературным языком. Здесь дело может решить политический вес определенной области. Так Рим навязал свой язык латинской литературе, а творили эту литературу люди, нерожденные, невоспитанные в Риме. Точно так же может решить этот вопрос великая творческая индивидуальность. Так Данте стал создателем литературного языка Италии. В годы его детства ничто не предвещало того, что флорентийская речь займет главенствующее положение. В письменности она появилась позже других итальянских диалектов, но когда ее выбрал для себя Данте, а за ним Петрарко и Бокаччо, вопрос был решен, и город отнюдь не самый крупный и не самый знаменитый в ту эпоху сделался колыбелью литературного языка Италии. У польского языка нет столь давнего и столь блистательного начала. Более того, само его происхождение из польских диалектов до сих пор еще недостаточно выяснено. В нем преобладают элементы великопольского диалекта, и среди них наиважнейший отсутствие мазурения, несмотря на то, что такое произношение было повсеместно распространено на территориях, откуда происходят самые старые памятники польской письменности. Может быть, здесь сыграло роль влияние великопольских придворных кругов? Удивительно только, что это влияние оказалось столь сильным, что ему подвергся мазурящий Краков, очень рано ставший столицей. Возможно, на фонетику польского литературного языка оказал влияние и чешский язык. Оно было велико в первые века существования польской письменности. Он способствовал установлению теперешней фонетики литературного языка. Наконец, можно допустить, что мазурение появилось позже и на литературный язык не повлияло. Если последнее предположение победит, тогда не представит особого труда доказать, что в основу польского литературного языка лег малопольский диалект. Звуковая окраска не всегда была такой, какова она теперь. Мы напрягаем слух, чтобы уловить ее в ухищрении хорфографии, изобретательность которой вызывает восхищение и вместе с тем некоторое удивление. Суженные и носовые гласные уже давно и более всего обескураживают пишущих. Но пока новая форма произношения в литературных сферах не приблизила их окончательно к современному звучанию. Впрочем, различия здесь невелики. Можно без труда понять любой из древнейших польских текстов. К сожалению, нам, полякам, нечего читать из первых шести веков нашей истории. То, что мы сегодня приветствовали бы от всего сердца, погибло еще до того, как поляки научились писать. Я имею в виду народные песни, унаследованные с времен язычества. Их отголоски мы с благодарностью ловим в немногочисленных оборотах, еще вьющихся над нашими полями наподобие тонких нитей бабьего лета. Настоящей литературы нам пришлось дожидаться долго, с нетерпением, поглядывая на часы истории, отмерявшие столетия. Здесь мы оказались в подобном же положении, что и римляне. Римляне пережили период царей, покорили этрусков, установили республику, покорили всю создали могучее государство и только после этого получили от латинизированного грека свою первую книгу «Перевод Одиссеи». Наша литература тоже выросла на переводах. Очень плохо, если народ не может справиться с собственной темой, гимном, героической песнью, историческими анналами. Но работа над переводами имела и свою хорошую сторону, необходимость извлечения из родного языка всех его возможностей, дабы оказаться на высоте в передаче мыслей и оборотов таких великих произведений, как «Псалмы», «Иов» или «Книга пророков». До нас издали веков дошло имя лишь одного переводчика капеллана Анджия из Яшовиц. Он в середине пятнадцатого века перевел для королевы Зофии Библию, Библия королевы Зофии. Могучее у него было перо. Просто, ясно и гладко отец Анджий выписывал фразы, передавая смысл текста, не связывая себя латинским синтаксисом, уверенно выпутывался из трудных мест вульгаты, с которыми позднее Якуб Вуек не всегда мог справиться. Анджий из Яшовиц, о чьей жизни нам ничего не известно, должен был быть внесен в список зачинателей нашей литературы. С какими усилиями рождалась эта литература из наивных стихов и беспомощной прозы? У слова, как и у домашней птицы, не было крыльев для полета. Мысль неуклюже топталась на кусочки родной земли. Рей дал мысли пространство, но не вознес ее. Он был крепок, здоров, полнокровен, от него пахло рожью, сам по себе ни на кого не похожий, первый польский писатель, которого узнаешь по одному предложению, всегда простому, потому что от предаточных он нетерпеливо отмахивался и крошил их своей тяжелой ручищей. Он был своеобразен, как мало кто, но, увы, его своеобразие было такого рода, что о нем нечего сказать. Но веет от него писательским весельем, всегда он удалой, резвый, неисчерпаемый, готовый сто раз повторить одно и то же, без устали вращаясь в круговороте двух тысяч слов, которых ему вполне хватало и для жизни, и для литературы. В польской литературе он обосновался прочно и навсегда. У него, хотя на первый взгляд этого и не разглядишь, многочисленное потомство. Атрея ведут свою родословную все рассказчики и собеседователи, все сарматы пера, легион добросовестных и недобросовестных самоучек, готовых поучать других вещам всем хорошо известным, удобно и выгодно устраивавшихся в мире вкусном, как аппетитное блюдо, беспечных, легковерных, добродушных словом всех тех, кто никогда не испытывал мук творчества и кто задерживался лишь на поверхности слов, не видя под ней опасных водоворотов. И вдруг появился тот, кто прежде чем сложить стих, предварительно взвешивал каждый слог, вслушивался в его звучание, не принимал ни одного слова, пока не убеждался, что не найти лучшего, задерживал разбежавшуюся мысль, обуздавал порывы сердца, приглушал воображение, чтобы глубже погрузиться в мир слов. то был первый в Польше взгляд устремленный на еще дикий ландшафт нашего языка. Ян Кахановский, создавая в этой пустыне ренессансный сад своей поэзии, был нашим первым художником слова, и, к сожалению, ему пришлось очень долго ждать продолжателей своего искусства. Поколения благонамеренных рифмоплетов предпочитали следовать за Реем, чьи беззаботный размах и веселая грубоватость на несколько веков определили лицо польской литературы. Ополинский, Потоцкий, Коховский, Пасек охотно бы сели за один стол с Реем, почтительно отодвинувшись от Кахановского гурницкого скарги. В придворном Гурницкого есть несколько страниц, посвященных проблеме языка. Читаешь их с изумлением. Если исключить несколько малосущественных деталей, о которых современное языкознание судит иначе, его высказывания о языке в целом поражают правильностью, ясностью и тонкостью суждений. Чтобы прочитать по-польски такие страницы вновь, надо перескочить через два столетия вздора, венцом которого были новые Афины Бенедикта Хмелевского, этакий диво-сорняк эпохи, порвавший с мировой культуры и погрязший в умственном убожестве. Вот в чем состояла наша беда. В длительных перерывах между появлением вещей значительных. Проза пострадала больше поэзии. Некому было унаследовать и продолжить необыкновенную плавность Ажиховского, благородное изящество Гурницкого, широкое дыхание Скарги. К концу XVIII века перед прозой внезапно возникли новые многочисленные задачи. Ей пришлось поспешно создавать язык науки и канцелярий, где до тех пор обходились латынью. Нельзя не восхититься авторами первых работ по физике, математике, экономии, химии. Они выковывали польскую научную терминологию и поднимали стиль разговорной речи до точности и сжатости ясно установленных понятий. Вызывают также восхищение безымянные канцелярские щелкоперы, ломавшие головы над формулировкой уставов, декретов, распоряжений и всяких иных документов. Но самое тяжелое бремя легло на XIX век. Ему предстояло доделать все, что проспали предыдущие поколения. И произошло нечто, чего в литературах других народов не случалось. XIX век отгородил нас от нашей литературы предыдущих столетий, куда после сдачи экзамена на аттестат зрелости никто не заглядывает. Иначе и быть не могло, потому что только XIX век дал нам первых несомненных гениев, создал драму, роман, эссе, а лирику поднял на высоту, неведомую предыдущим векам, усовершенствовав даже такие ее архаические разновидности, как сонет. XIX век расширил сферу чувства, окрылил мысль, так долго остававшуюся приземленной, наконец освежил язык, обогатив словарь, придав синтаксису гибкость и легкость. Те, кто сегодня пишет по-польски, почти ничего не заимствуют у авторов до эпохи романтизма. Обращаются к ним лишь в исключительных случаях, например, для исторических романов, запастись архаизмами, чтобы передать колорит эпохи. 11.